Что у нас тормозит? Вот. Итак, сегодня тема. Логоритмы домашнего ухода для всех и каждого. Кто меня не знает, что вряд ли. Зовут меня Зойсимова Галина Николаевна. Я врач, дерматовенеролог, косметолог, хирург в прошлом. И, соответственно, косметикой Гильтек я занимаюсь с 2011 года. То есть уже 9 лет. И это действительно моя любимая косметика. То, чем я пользуюсь, то, чем пользуются мои пациенты. То, что я всегда рекомендую и так далее. Поэтому очень, очень хочу, чтобы вы тоже научились ее себе подбирать. Ну, а чтобы вы научились себе подбирать, да, не просто по красивой упаковке или потому, что вам 40 лет, и, значит, нужно антиэйдж выбирать, да. Как я люблю говорить, не верьте этикеткам, не верьте тому, что написано на упаковке. Верьте составам и верьте, соответственно, специалистам, которые знают вас и знают косметику. Потому что только специалист, который знает косметику, но не знает вас, не сможет конкретно для вас подобрать, да. Или тот специалист, который знает только вас, но вы его спрашиваете про какую-то косметику, которую он не знает, не даете ему составов, или этот специалист, ну, плохо разбирается, допустим, в химии, не знает составов, не понимает, что там написано, да, ну, там примерно, там видит, что силиконы есть, значит, наверное, плохо, да, там еще что-то. То есть он не сможет вам четко сказать, что выбери вот из косметики гильтек, я первый раз про нее слышу, выбери вот это, вот это, потому что, наверное, это тебе подойдет. Нет, так не работает. Нужно знать и вас, и косметику. Поэтому сейчас я вам буду немножко рассказывать именно про вас, чтобы вы для себя сделали диагностику кожи и потом уже под это подстраивали косметику. И таким образом вы, во-первых, сможете разобрать те завалы, которые у вас валяются дома и выкинуть ненужное то, что вам действительно вредит. Потому что в первую очередь, если у вас есть какая-то проблема, нужно убрать то, что вам вредит. И только потом закупаться тем, что вам полезно. Потому что если вы будете пользоваться и полезным, и вредным, да, потому что вам очень нравится эта баночка, или очень нравится этот запах, или это подарил, не знаю, любимая подружка, мама, там еще кто-то, не знаю, любимый какой-то дорогой человек. Или потому что выкинуть жалко, или еще что-то, вы не увидите положительного эффекта от полезной, правильно подобранной косметики. Вот это вы должны зарубить себе на носу, что даже одно средство, одно неправильное средство губит на корню другие пять, которые подобраны правильно. Вот это запомните. Итак, в первую очередь строение кожи. Кожа – это не просто какая-то одежда, которая сверху мышц натянута, да. У нее есть много слоев, даже в эпидермисе четыре слоя, и, соответственно, каждый слой работает на благо всех остальных слоев, всего организма целиком. У каждого слоя, даже эпидермиса, эпидермис – это один из трех слоев кожи, потому что есть эпидермис, дерма, гиподерма. Гиподерма – это жир. Даже эпидермис в каждом из своих слоев четырех выполняет определенную функцию. Я не буду сейчас сильно останавливаться на функциях, я просто хочу вам сказать, докуда косметика вообще проникает и что вообще происходит. Итак, начнем сверху и будем углубляться. Верхний слой эпидермиса – роговой слой, корню, стратум. Значит, это полуживые клетки, которые делают именно механическую в основном защиту и слущиваются по мере обновления. То есть они не дают, например, поцарапать кожу, если вы ногтем подерете, да. Они защищают, в принципе, кожу от каких-то неблагоприятных факторов окружающей среды. Там дождь, снег, ветер, в принципе, солнце тоже. В конце я про пигментацию расскажу побольше. И о том, почему, например, нельзя использовать пилинги, когда уже есть солнце, а у вас есть пигментация. Потому что у всех в голове пилинг – это отбеливающий препарат. Нет, это не так. Пилинг – это отшелушивающий препарат. Итак, который истончает именно роговой слой. То есть мы помним, что роговой слой, во-первых, нужен. То есть не всем нужно его истончать. Потому что он – это защита. Это как, да, это именно одежда, но одежда должна быть по погоде. То есть если вы в шубе вышли летом, понятно, что шубу надо как-то снять. А если вы зимой вышли в футболочке, то понятно, что вам будет тоже недостаточно, и надо еще что-то надеть сверху. То есть это можно сделать за счет косметики. То есть изменить функцию рогового слоя, толщину рогового слоя за счет воздействия косметики. И сделать его идеальным. Тем, который именно подходит вам в данном конкретном случае, при данной конкретной погоде, при данной конкретной инсоляции и так далее. Практически вся косметика, которую мы наносим на кожу, воздействует только на роговой слой. То есть роговой слой – это то, на что мы реально можем воздействовать всегда. Глубже почти ничего не проходит. Очень мало что проходит глубже. Вот это запомните. То есть то, что вы дома делаете, воздействует в основном на роговой слой. Но, хоть я и сказала, что клетки там полудохлые, полуживые, они все равно очень важны, они все равно подают сигналы глубже. Как только мы повреждаем роговой слой, начинается воспаление в более глубоких слоях кожи. Идут туда сигналы, идет поступление кислорода и так далее. И там начинаются очень серьезные различные процессы по защите внутреннего нашего мира от окружающей агрессивной среды. То есть роговой слой, когда он в норме, вот это запомните. Я не просто так долго про него рассказываю, да, вы потом поймете. Когда он находится в норме, в идеальном состоянии, норма – это идеал, то вам не страшно ничего. Ни грязная погода на улице, ни солнце, вообще ничего. Ни много воды, ни наоборот, мало воды. Потому что роговой слой будет защищать адекватно при любых состояниях. И косметика этому поможет. Под роговым слоем находится зернистый слой, в котором находятся барьеры. Я потом еще к ним вернусь. Липидоэпидермальный барьер. Он находится во всем зернистом слое. Над роговым слоем находится гидролипидная мантия, которая состоит из пота и сала. Это тоже мы сейчас разберем. Под зернистым слоем уже более такие интересные клетки, шиповатый слой. Там и иммунные клетки находятся, клетки лангерганса, и меланоциты находятся. Ну, они и в базальном, и немножко в шиповатом слое. Меланоциты – это клетки, которые вырабатывают меланин, то есть пигмент. И сейчас вот солнце вышло, и у многих пошел пигмент. Даже кто сидит дома и просто смотрит в окно иногда. А все веснушки обычно с конца февраля начинаются и так далее. Отвечают за это все меланоциты. Так вот, чем тоньше роговой слой, самый верхний, тем активнее будут меланоциты, тем они будут сильнее защищать. Меланоциты – это защитные клетки. Это не какие-то там специально вредящие клетки или еще что-то. Это защита тоже. Весь эпидермис – это защита. Меланоциты защищают от солнца, потому что солнечные лучи приводят к мутациям, приводят к разрушению ДНК. Мутации – это рак, в конце концов, и смерть. То есть меланоциты защищают от этого всего. Поэтому обижаться на них не надо. Если они у вас работают неправильно, то есть глючат и появилось много пигментации, то, соответственно, это потому, что что-то случилось. И с роговым слоем в том числе. Безусловно, на меланоциты будут влиять некоторые лекарства, это антибиотики различные, оральные контрацептивы на них влияют, и другие гормональные препараты, те же глюкортикостероиды. В принципе, гормональный фон, то есть беременность, например, и возраст после климакса больше получается пигментации в переклимактерическом периоде. Но все же это частные случаи. При этом, почему сейчас стало так много пигментации? Не только потому, что люди пьют оральные контрацептивы, люди, женщины, а потому что пилингов очень много. То есть из-за того, что было повальное увлечение пилингами, в том числе домашними, бесконтрольными, появилось очень много пигментации. Базальный слой – это один слой клеточек, самый нижний, самый глубокий слой именно эпидермиса. Там клеточки – это, можно сказать, стволовые клетки кожи эпидермиса, которые все время размножаются, и из них уже получаются все остальные клетки. То есть они размножаются, дифференцируются, и тихонечко продвигаются вверх, и слущиваются уже, соответственно, с поверхности кожи. Ниже находится дерма. Дерма, только в ней находятся сосуды. В эпидермисе нет сосудов, вы не видите здесь вообще никаких сосудов. Здесь есть, да, иммунные клетки, здесь есть пигментные клетки, но никаких сосудов здесь нет. Итак, в дерме у нас находятся, во-первых, фибробласты, которые образуют основное вещество дермы, коллагенов, эластингиалуронку, если грубо утрировать, которые их же и разрушают, которые много чего делают на самом деле. И здесь же находятся сосуды. То есть если у вас воспаление, например, да, оно какое? Оно красное, розовое. То что мы понимаем? Что воспаление может быть только уже в дерме. То есть это либо внутренняя проблема организма, либо извне попали бактерии или какие-то химические вещества, полностью прошли весь эпидермис, базальный слой, и подействовали уже в дерме. Либо они проникли точно сквозь роговой слой глубже, возбудили иммунные клетки лонгерганса, те дали иммунный ответ, высвободили различные вещества провоспалительные, которые расширяют сосуды, и у вас покраснела кожа. Это краткий экскурс в иммунологию. Клеточный иммунитет. Так, соответственно, если у вас есть воспаление, то задействована уже дерма, и нужно в первую очередь восстанавливать роговой слой. Потому что если это что-то, что пришло извне, то оно будет дальше, дальше, дальше раздражать, 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 и это никогда не закончится, пока вы не восстановите роговой слой. Ну, про жир я не буду говорить. Так, сейчас, подождите, оно как-то очень... Корнеотерапия. От слова корнеум, то есть роговой слой. Это понятие вёл ещё в 60-е годы доктор Альберт Клигман. И опирался, как всегда, на русского Петра Ильинского. Соответственно, как я уже и сказала, роговой слой имеет множество разнообразных функций, является очень важным живым слоем кожи. Хоть сверху он и мёртвый, но всё равно там всё-таки живые клетки. Он играет значительную роль в многочисленных биологических функциях, и его не следует упускать из виду при оценке общего состояния кожи. При здоровом целостном роговом слое кожа максимально защищена от внедрения микроорганизмов, от обезвоживания, воздействия свободных радикалов и ультрафиолетового облучения. Это тоже то, что я сказала. Просто сейчас я провожу как бы такое резюме. И я не скажу, что в самом начале своего пути в косметологию я сразу же, или там ещё когда училась в университете, я сразу же узнала слово корнеотерапия и так далее. Нет, сначала я сама придумала велосипед, а потом узнала, что всё-таки не я одна, а ещё гораздо раньше, до меня это сделали другие умные люди. И поэтому я продолжаю, соответственно, как я и думала, так и продолжаю думать, что воздействие именно на роговой слой, то есть без каких-то сверхъестественных уколов или каких-то очень мощных активных ингредиентов, мы можем просто, приведя роговой слой в норму, мы можем получить очень хорошую, качественную кожу. Поэтому я до сих пор работаю в гельтеке и очень люблю эти препараты, потому что моя кожа именно за счёт наружных препаратов стала гораздо лучше и выглядит очень хорошо. То есть вот сейчас я абсолютно без макияжа, да, волосы у меня тупо мокрыми руками приглажены и так далее. Специально не красилась. Итак, если вы видите воспаление, то независимо от причины целостность рогового слоя нарушена. Если его восстановить, то так можно подать сигнал глубже лежащим под ним структурам, что им не нужно больше реактивно реагировать на окружающую среду. Это тоже то, что я сказала. То есть если у вас есть акне, то это проникновение микроорганизмов, да, нарушен роговой слой. Если у вас есть розация, то это внутреннее воспаление. Соответственно, тоже его можно уменьшить. Там ещё идёт шелушень. То есть роговой слой тоже реагирует. И это видно, когда у человека розация. Если у вас есть пересушенность кожи, то есть дегидратация. Можно посмотреть другие мои вебинары на эту тему. Там разница между сухой и обезвоженной кожей рассказывается. То это тоже нарушение в роговом слое. Если у вас чёрные точки сильные и очень салится кожа, то это тоже нарушение в роговом слое. Любое изменение кожи от нормы – это нарушение в роговом слое. В том числе, если восстановить роговой слой, все остальные слои тоже будут восстанавливаться. Напишите мне, пожалуйста, слишком заумно я рассказываю или вам нравится. Так, хорошо. Потому что сегодня именно не косметологи, а простые люди, теперь все домохозяйки. Вот, включая меня. Я плохая домохозяйка. Я пока лежу. Я пока ещё... У меня, видимо, стресс выходит в тупо ничего не делание. Потому что кто-то начинает перебирать всю одежду, шкафы и так далее. А вот некоторые... Кто-то начинает активно учиться, кто-то начинает активно какую-то деятельность. У меня вообще нет никакой деятельности. Не, ну я пишу посты в соцсетях полезные. Итак, теперь режиме более таким простым языком, да, не какими-то теориями. А теперь переходим к практике. Что наша кожа любит, да? В первую очередь, то, что входит в её состав. Но в правильной концентрации. Потому что, как говорил Парацельс, всё есть яд и всё есть лекарство. Да, всё зависит только от дозы. То есть даже много воды, да, мы утонем. Вот, если нас кинуть... Много соли, мы усохнем. Мало соли, слишком много воды, значит. Да, и так далее. Соответственно, входит в состав. Церамиды. Это то, что, в принципе, сейчас, к счастью, в очень многих продуктах находится. Мы можем это найти. Полиненасыщенные жирные кислоты. Да, это то, что омега-3, омега-6, это линолевая, линоленовая и так далее. Их очень много. Это тот же витамин F, например. То есть если вы видите витамин F, это полиненасыщенные жирные кислоты. Они всегда хороши для кожи. Фосфолипиды. Это то, что составляет основу клеточной мембраны человеческих клеток, нерастительных. Чуть не сказала клеточной стенки. Клеточная стенка есть только в растениях. У нас мембраны. Фосфолипиды находятся у гель-ТК в гелях серии Нео и в тонике лосьонеконцентрате Нео. То есть если вы видите слово Нео, там фосфолипиды. И хоть эти продукты гелеобразные, то есть не содержащие жир, они содержат фосфолипиды, липосомы. И таким образом восстанавливают нам клетки, восстанавливают липиды, лепидермальный барьер и способствуют увлажнению кожи не просто добавляя воды или гиалуронкой сверху покрывая как влажным компрессом поверхность рогового слоя, а именно восстанавливая собственную защиту кожи, собственный лепидермальный барьер. А это очень важно. И восстанавливая клеточные мембраны. То есть если клетка где-то повреждена, или там в ней дыры есть, она такая становится уже, она не может правильно работать, ну и так далее. То есть она уже как бы бессмысленная, а то и вредная получается. Далее. Аминокислоты. Почему аминокислоты? Аминокислоты, ну, во-первых, из них будут строиться белки. В принципе, все живые клетки производят какие-то белки. Это могут быть транспортные белки, это могут быть сигнальные белки и так далее. То есть много чего производят. Аминокислоты нужны всегда. Плюс аминокислоты находятся в натуральном увлажняющем факторе. И если вот вы сейчас, например, кушаете много просто булок и конфет от нервов, то аминокислот вам не хватает. В организме, соответственно, у вас будет кожа сохнуть. Если кто-то заметил, то если долго не есть белковой пищи или резко снизить ее содержание, начинает сохнуть кожа. В том числе не только от алкоголя или там много кофе или много сладкого, а еще и когда мало белка. Вот. Так. Витамины. Ну, мне кажется, про витамины знают все, они всегда нужны. Но, опять же, не очень много. Если мы возьмем... Сейчас просто появилось очень много сывороток с витамином С с концентрацией 10-15%. Нужно понимать, что, во-первых, это такой легкий пилинг. Если вы используете каждый день, то вы через неделю будете шелушиться. Ну, кто через неделю, кто через две, кто через три, в зависимости от того, какая кожа. То есть это пилинг. Опять же, много витамина С вы можете среагировать раздражением. Если мы много возьмем витамина А, ретинола, может быть, ретиноевый дерматит. Ну, то есть витаминов должно быть тоже адекватное количество. Вы не можете взять ампулу витамина С, там, 20%, и просто каждый день мазаться, типа, от пигментации, например. Да? Ну, вот такой, как бы, плохой лайфхак. Вот сейчас поймите, что это не мой совет. Это то, что вы можете себе сами придумать. Потому что голь на выдумке хитра, да, допустим, появилась вот сейчас солнце, пигментация, и вы такие, о, блин, что делать? Нигде нельзя ничего купить, денег мало, пойду в аптеку, возьму витамин С и буду мазаться. Не надо так делать, потому что вы получите еще большую пигментацию из-за того, что вы, а может быть, еще и раздражение, шелушение, аллергию, то есть простой контактный дерматит на большую концентрацию витамина С. Не с первого раза, а через недельку, когда она накопится. Плюс, когда роговой слой будет все тоньше, 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 вы же не сразу увидите, что он отваливается. Вот. И получается, что вы хотели как лучше, а получилось, как всегда, еще и пигментацию вы получите большую. Поэтому вот с этим нужно очень аккуратно. Не надо придумывать, пытаться велосипеды, не надо придумывать, пытаться лайфхаки, потому что сегодня сработает, а через неделю вы увидите совсем отрицательный результат. Я никогда не забуду, когда я еще только начинала заниматься косметологией, то есть это было действительно давно, наверное, 2011 год как раз где-то и был. Я очень много тогда и писала, и читала ЖЖ. Конечно же, так как для меня это было еще самое начало, то я читала все, что только можно по косметологии, я читала химиков-технологов, я читала просто каких-то, как я потом поняла, это просто какие-то странные бьюти-блогеры, которые вообще мало что знают, но зато умеют очень хорошо советовать, и у них очень много подписчиков. И вот однажды одна женщина рассказала якобы отличную историю про то, что ее гинеколог, типа очень хорошо выглядит в своем возрасте каком-то там большом, и она ее спросила, ну как, что вы делаете? Она говорит, ой, я беру ретинолопальметат в аптеке, в бутылке и мажу на себя. Она такая, вот, я побежала, мажу, мне хорошо, я прям расцвела, я прям красивая и молодая за три дня стала. И все такие, ой, я тоже побежала. И у меня вот так вот глаза уже были, а потом дня через три пошли, а у нее как бы, ну, действительно, очень много подписчиков были, тысячи. И я вижу через три дня, ой, у меня что-то красное лицо стало, ой, у меня шелушится такая, ой, вы, наверное, не тот ретинол взяли, вы, наверное, не тот взяли просто, поэтому это у вас тут проблемы пошли. Вот, понимаете, человек, который не знает, что может быть, да, если у врача, там, у медсестры, неважно, у любого медработника, в голове просто прошивка уже есть, не навреди, и всегда предупреждают, опасно, аккуратно, на связи будьте, присылайте фотки, если что-то не так будет, да, то у тех, кто об этом даже не знает, у них нету этой прошивки, им плевать, им главное хайп поднять, поэтому, пожалуйста, не надо делать сейчас какие-то лайфхаки, которые советуют все подряд, я вас умоляю, потому что вам некому будет сейчас обратиться за помощью, все закрыто, понимаете, вы сейчас как бы можете только сами либо навредить, либо улучшить, но скорее всего из-за незнания вы навредите, поэтому слушаем только врачей, но не просто так каких-то врачей, о тех, с которыми вы на связи, и если что, потому что аллергия может быть на все, что угодно, у любого человека, никто не застрахован никогда, чтобы вы, если что, прислали свою страшную фотку и сказали, боже мой, я сделала, как вы хотели, как вы сказали, что со мной не так, доктор, спасите меня назад, сделайте, как было, вот, и все, и доктор вам поможет, не доктор вам не поможет, не доктор скажет, что вы что-то перепутали, так, ладно, микроэлементы, микроэлементы, это различные соли, в принципе, сейчас уже тоже, так как все все покупают на Ахерпе, все заметили, что там есть цинк, медь, магний, ну магний, B6, все знают, различные микроэлементы, что они тоже важны, что они тоже полезны, почему? Они входят в состав различных ферментов, которые ускоряют различные биологические реакции, то есть фермент, это обычно белок, в котором обязательно есть какие-то еще и микроэлементы, и без этих микроэлементов фермент неактивен, соответственно, все замедляется, и мы как бы резко постарели, хотя нам может быть 25 лет, а какие-то вещи не работают, да, то есть мы все знаем, что без железа будет анемия, да, но никто не задумывается, что и без цинка будет анемия, и без меди может быть анемия, ну и так далее, но мы сейчас говорим не про то, что нужно кушать внутрь, мы сейчас говорим про то, что нужно носить наружу, в больших концентрациях микроэлементы будут сушить, то есть лучше, чтобы концентрация была до 1%, физиологический раствор это 0,9%, то есть, ну, примерно те же 0,9%, а уж какие-то микроэлементы, в принципе, не важно, любые подойдут, кроме тяжелых металлов. Так, плюс они входят, в том числе, в натуральный увлажняющий фактор. Глицерин. Многие его боятся, давайте будем адекватными, вспомним химию. Глицерин – это трехатомный спирт. Опять же, если кто-то сейчас испугался слова спирт и ассоциирует теперь глицерин со спиртом, тоже не пугайтесь. Трехатомный спирт, который именно обладает увлажняющими свойствами, но не в 100% концентрации, но вы 100% его и не найдете, а в концентрации где-то около 5%. Именно в этой концентрации глицерин содержится в нашей коже в натуральном увлажняющем факторе. И, в принципе, глицерин много где содержится. Из глицерина образуются 3 глицериды. И так, ну, это уже все, биохимия пошла, я не буду туда углубляться. Полисахариды. Тоже увлажняющие агенты. Это не просто сахар, который мы съели. Полисахариды – это длинноцепочечные сахара. Это тоже как бы многоатомные спирты, там, кетоны и так далее. Ну, туда же входят и глюкозаминогликаны. Если грубо скидывать, то гиалуронка тоже пойдет в полисахариды, хотя это не совсем так, но похоже по структуре вещества. Это длинные молекулы, которые любят притягивать к себе воду, и, соответственно, они воду несут вокруг себя, как водовоз, водонос. Молочная кислота и ее соли до 5% тоже содержатся в натуральном увлажняющем факторе. Поэтому, смотрите, все знают, что есть молочный пилинг, да, молочная кислота, который делают пилинг. Но там концентрация ее выше 15-20%. А вот до 5%, то есть лактаты, лактика, асид, молочная кислота, соли молочной кислоты, они именно увлажняют и, в принципе, не раздражают кожу. Но при этом они закисляют PH кожи, что тоже улучшает нормализацию услущивания эпидермиса. Это важно, например, для тех, у кого гиперкератоз, у кого жирная кожа, у кого акне. Это все важно. А вот при розации лучше специально сильно кожу не закислять. Так. Антиоксиданты. Тут тоже, по-моему, у всех прожужжены уши про антиоксиданты. Это могут быть и витамины, и отдельные, там, например, коэнзим Q10, это мощный антиоксидант. Каталаза. Ну, много. Антиоксидантов сейчас много. Вы можете их и гуглить, и искать в своей косметике. Но если у вас антиоксиданты в маленьких концентрациях находятся в косметике, если у вас на второй позиции после воды или на третьей, или на четвертой находится циклопитозилоксан или диметикон, то можете выкидывать, ну, не выкидывать, на руки можете вымазать этот крем. Руки любят силикон, и больше силиконы не любит никто. Роговой слой, а, ну, я сейчас, в принципе, к этому подойду. Роговой слой от силиконов становится толще и бессмысленнее. Кожа становится суше со временем, потому что силиконы создают окклюзию. И вот это последний пункт во втором столбике. Сейчас я опять стрелочку сделаю. Вот, то, что делает окклюзию. Да, мы сейчас снизу пойдем. Что не любит кожа. Дело в том, что под окклюзией отшелушивание эпидермиса нарушается. И хоть я и сказала, что тонкий эпидермис – это плохо, но толстый эпидермис – это еще хуже, потому что клетки не выполняют свои функции вообще. Что бы вы не нанесли на кожу, оно вообще не будет проникать внутрь и никак не будет изменять картины. Максимум, что будет вас улучшать, это тональный крем или те же силиконы, которые делают вид такой матовости и какой-то гладкости, такой блер. Да, то есть это именно вид. Но ваша кожа будет становиться все хуже, хуже, хуже и хуже. Как только вы уберете силиконы, вы заметите через неделю, что вы стали лучше, краше и вообще, что кожа становится более нормальной. Это уже проверено на сотнях девочек, просто на сотнях. И ни одна еще мне не сказала, что ей было с силиконами лучше. Ни одна. Потому что там главное перетерпеть первое время, когда ты видишь, что кожа почему-то не такая гладкая, как мы привыкли видеть в зеркале, потому что силиконы просто делают вот эту вот видимость, это как макияж. Я поэтому против очень тональных средств, я против, я за естественную красоту, а не за нарисованную красоту. Потому что нарисовать можно все, что угодно. Можно пакет на голову надеть, и будет, да, для некоторых будет даже краше. А можно как бы сделать просто напрячься, но в правильном направлении, потому что макияж, это занимает очень много времени, очень много сил, и в том числе денег. Так почему не напрячься и не сделать то же самое, но во благо кожи, а не во вред. Не во благо окружающего, который увидит тебя красивой, да, а во благо свое личное, своей кожи, которая, плюс это на будущее вы будете, да, моложе, красивее и так далее. Вот. Так, силиконы обругала. Что еще делает окклюзию? Различные масла. А, кстати, напишите мне, пожалуйста, особенно те, кто хоть как-то разбирается в составах, или кто смотрел, может быть, мой вебинар про составы косметики, тоже его рекомендую, но если вы не знаете химию, я боюсь, вам не поможет. Напишите, пожалуйста, название силиконов, которые вы знаете, потому что, ну вот, каждый, с миру по нитке голодная рубаха, потому что никто вам в составе не будет писать силикон, это очень редко бывает, это есть диметикон, циклометикон и так далее. Напишите, пожалуйста, если вообще сейчас никто не знает, то я сейчас буду вам прям под диктовку говорить. Так, теперь, что еще делает окклюзию? Масла в больших концентрациях. Ну, в принципе, кремы делают окклюзию. То есть, если жирный крем, плотный, он дает окклюзию. Всегда. Легкий крем, который впитался, вы не видите его, он, если дает окклюзию, то очень-очень-очень нежный, ну, можно сказать, что не дает, кожа продолжает дышать и нормально работать. Поэтому в гильтеке у нас нет жирных кремов и плотных каких-то текстур, потому что это неправильно. Это портит кожу. Людям с сухой, именно с обезвоженной кожей очень хочется намазать ее маслом, потому что именно под окклюзией она помягче, так же, как, в принципе, под силиконовыми кремами. Или под базой под макияж, например. Базы под макияж все состоят из силиконов, выглядят они прям, как волшебство, намазал, и такой вау, вау, эффект блера, эффект фотошопа, красиво, но очень вредно. И для жирной кожи вредно, потому что будут забиваться поры, а для сухой кожи тем, что кожа станет еще сушен. Вот, Татьяна, сейчас как раз отвечаю вам на вопрос. Из-за того, что силиконы дают окклюзию, как и жирные кремы, как и масла, неважно, какие натуральные это масла или это минеральное масло, парафин, вазелин, вообще плевать, вам хорошо только во время нанесения средства. Как только вы его сняли, кожа сразу же показывает свою истинную сущность, что она очень обезвожена, что ей очень плохо, что она не получила ничего вкусного сейчас, а изнутри она не может получить, вы ей не додаете изнутри, и вы ей должны помочь снаружи, а снаружи вы не даете. Вы ее в брезент положили, в теплицу такой кинули и лежи в трубак. Ничего вы ей вкусного не дали. Проблема в окклюзиях, то, что ухудшается обновление кожи, то есть клетки остаются такими вялыми, медленными, неактивными, они не могут обновиться, и плюс еще то, что активные ингредиенты, даже если там на втором месяце купен тазилоксантом какой-то, а внизу есть куча витаминов, гиалуронки, и всего, чего хотите, аминокислот, они не проникнут в кожу, к сожалению, они просто завязнут в этих маслах и силиконе. Поэтому дальше я все расскажу. Так. То, что обезжиривает кожу, тоже плохо. Это мы уже переходим от сухой больше кожи, да, потому что, в принципе, жирная кожа и так понимает, что если силиконом намазаться, будет капец. Будут закрытые комедоны, открытые комедоны, прыщи полезут, да, то есть тут одного раза попользоваться хватает, чтобы понять, что лучше не надо обычно. Но для упертых не хватает. Для сухой кожи не логично, потому что вроде сухой, значит, надо помазать жирным. И вот эта вот собственная логика, она, к сожалению, ошибочна. Итак, обезжиривающие вещи не любит кожа, в том числе. Здесь уже больше про жирную кожу, то есть это различные спирты и растворители. Напомню, что к растворителям относятся не только ну, какие-то спирты там, да, этиловые, пропиловые, то, что алкохоль мы видим in English в составе, но растворителем будет большое количество масла. Являются, кстати, растворителями ацетоны, различные кетоны, но это вряд ли, вряд ли вы средством для снятия лака для ногтей будете протирать лицо. мыло, ну, павы тут написано, да, это тоже растворители. Растворителями, растворители еще это, сейчас с головы вылетела какая-то была умная мысль, пропиленгликоль в большой концентрации, в большой, то есть когда он идет до воды, до воды, то есть сначала пропиленгликоль, либо пропиленгликолевые экстракты. очень много различных экстрактов, они именно образуются, именно пропиленгликолевые, то есть это в пропиленгликоль кидают там, не знаю, всякие травки, цветочки, плоды, и они отдают в пропиленгликоль, пропиленгликольный растворитель, он растворяет это все и в себя как бы вытягивает вот эти все вкусные вещества, но обычно их вводят в формулу крема там или сыворотки, небольшое количество, и пропиленгликоль, там в тех же 5% концентрации, как и глицерина, это наоборот во благо, это увлажняет, но если его много, то есть больше, чем воды, и больше 50%, то он будет сушить, и на ощупь оно такое маслянистое получается, вещество, вы можете просто это, это сейчас вообще не про гильтек, это сейчас вообще вот про то, что у вас стоит дома где-нибудь, и вы такая засохшая, но продолжаете жирненьким маслом, вот, это вот про это, ну или можете погуглить, что такое растворители, вода является универсальным растворителем, между прочим, поэтому сухую кожу, когда вы водой все время умываете, не используя каких-то средств, специально, разработанных для умывания, для демакияжа, то есть вы такая, ну у меня же сухая кожа, я буду умываться только водой чистой, вы сушите ее еще больше, вот, кислоты, кислоты всегда обезжиривают и сушат, любые кислоты, то есть, если мы видим, сейчас уже про гильтек, да, у нас есть тоник с альфа-кидроксикислотами, там небольшой процент этих кислот, с одного раза он никого не засушит, но при регулярном использовании, если у вас уже обезвоженная кожа, нормальную кожу он ничего не сделает плохого, но с нормальной кожей здесь сейчас, мне кажется, никто не сидит, вот, сейчас все сидят с какой-нибудь проблемной кожей, либо в сухую, либо в жирную сторону, так вот, тоник с альфа-кидроксикислотами, он начнет сушить, просто потому что в нем есть эти кислоты, это написано прямо на баночке, просто не ждите от него увлажнения, если у вас пересушенная кожа, не надо им пользоваться, пользуйтесь им тогда, когда у вас кожа в нормальном состоянии, и я, в принципе, про него писала, для какой кожи он подходит, у него, он не для всякой кожи, так, не любит кожа то, что легко проникает сквозь липидоэпидермальный барьер, потому что проникая, эти вещества растворяют липидоэпидермальный барьер, про барьеры чуть попозже расскажу, ну, Кристин, средства для умывания с кислотами, есть и павы, и кислоты, понятно, что они будут сушить кожу, сушить будут, пересушивать, кожа это не любит, если вы будете этим пользоваться месяц, два раза в день, то вы себя, а потом, вот, на месяц вы уберете зеркало, а через месяц, после умывания с кислотами, два раза в день, вы зеркало отзанавесите, вы себя не узнаете, так, то, что легко проникает сквозь лепидермальный барьер, масла, почему масла, масла я имею в виду не в проценте 1%, да, а масло, когда это масло, масло, вот, именно масло масляное, да, без воды, или когда его очень много, то есть там, опять же, когда это жирный крем, там очень много масел, масла эти будут проникать легко, но проникая, они не просто проникают, они еще встраиваются в лепидоэпидермальный барьер, разрушая его, они нарушают очень четкую концентрацию составляющих лепидоэпидермального барьера, еще никто, ни один химик, технолог, не смог воспроизвести ни натуральный увлажняющий фактор, хотя они пытались, ни лепидоэпидермальный барьер, поймите это, то, что есть внутри вас, оно уникально, и это нужно поддерживать, а не разрушать и восстанавливать. Много масел всегда плохо. Эфирные масла еще хуже, они легко проникают, если вы пятку намажете, то у вас, например, каким-нибудь эфирным маслом с, ну, хвоей, эвкалипту, что запах известен, да, то потом вы можете помыть, ну, через там час, допустим, да, вы помоете пятку, а потом вы будете выдыхать это масло, у вас через кровь, легко проникнуть даже сквозь толстую слой эпидермиса пятки, в кровь эфирное масло, и легкими вы будете его выдыхать, понимаете, то есть это настолько легко проникающие средства, вещества, которых должно быть очень маленькое количество, чтобы не навредить. Как я уже сказала, главное не навредить. Почему ароматерапия, всегда пишут, типа, противопоказания беременности, потому что никто не знает четко, как работает ароматерапия, есть только домыслы, никто это не проверял на тысячах и миллионах пациентов, да, и уж тем более на беременных и детях. Да, есть, известно, что есть эфирные масла, которые тонизируют, есть эфирные масла, которые расслабляют, есть эфирные масла, которые там обладают противовоспалительным эффектом, даже антибактериальным, антисептическим эффектом и так далее. Сейчас очень, ну, в начале вот эпидемии, пандемии, многие врачи, которые увлекаются в том числе эфирными маслами, ну, и не врачи, рекомендовали в маску, там, чуть ли не прокладку наклеить и на нее накапать каких-нибудь эфирных масел. Только таким образом можно сделать ожог слизистой носа, носоглотки, и ротоглотки. Об этом почему-то они не сказали, потому что важна концентрация. Все забывают про парацельса, потому что никто его не читал. Важна концентрация. Евгения пишет, часто встречается рекомендация сухую кожу лица, она на ночь маслом смазывает. Евгения, вы можете следовать этому совету, а можете поверить докторам. Татьяна пишет, чем плохие эфирные масла в смеси, ну, в базовых маслах. Я уже сказала, что большая концентрация базовых масел, то есть, если это не легкий крем, если этих масел больше, там, 5, даже 10%, это будет уже плотная окклюзия. Возвращаемся к последнему пункту, то, что делает окклюзию. Это плохо. Про эфирные масла я сказала. Они должны быть в очень маленькой концентрации. Это очень активные ингредиенты. И они очень аллергенны. Если у вас нарушена целостность рогового слоя, то эфирные масла проникают вообще еще сильнее, и вы получаете аллергию. Простой контактный дерматит это называется. Не аллергический, который индивидуальный, а именно простой за счет концентрации. Так же, как при пилингах, мы получаем тоже простой контактный дерматит. Но мы его ждем, мы его как бы специально делаем. Так же, как при ожоге, мы получаем простой контактный дерматит. Потому что вода 36 градусов не делает ожог, а та же вода 100 градусов делает ожог. Как же так? Важна температура, концентрация температуры, скажем так. Так, что еще? Ионы тяжелых металлов. Ну, понятно, что в косметике это специально, никто их туда не кладет. Это у нас мегаполисы. Мегаполисы, а также различные города, где предприятия тяжелой промышленности, там какой-нибудь Магнитогорск и так далее, там просто кожа черная у людей, потому что в воздухе летает вот эта вот пыль, тяжелых металлов, я не знаю, как там люди живут, ну, экология там очень плохая. И как это сказывается на коже, то есть у кого-то кожа будет сохнуть, и будет много именно аллергии различных, потому что тяжелые металлы, они маленькие, они проникают сквозь кожу, сквозь все барьеры, и вызывают раздражение, то есть будут различные заболевания воспалительного характера. Любые аутоиммунного, воспалительного, именно я про кожные заболевания говорю, это с одной стороны. С другой стороны, кожа тоже не дурочка, то есть какая-то будет пропускать внутрь и, соответственно, воспаляться, а какая-то, ну, это именно сухая больше кожа, а какая-то будет наоборот жирная, будет отрастать себе, отращивать более толстый эпидермис, чтобы защищать чисто механически, то есть более тонкая кожа будет защищаться, скажем так, химически, да, то есть за счет воспаления, потому что воспаление – это химические, монохимические реакции, а другая кожа, которая может нарастить больше эпидермиса, будет его наращивать. Так, свободные радикалы. Свободные радикалы – это тоже относится, в принципе, к фегополисам. Тяжелые металлы, в принципе, тоже они вызывают свободно-радикальные реакции, в том числе. Свободные радикалы – это и загазованность, и какие-то химические производства, и солнышко. Солнышко вызывает у нас свободно-радикальные реакции, повреждения и клеточной стенки, и ДНК, в общем, много всего, белковых структур. То есть это то, что плохо для кожи. Поэтому протирать лицо перекисью водорода, кто химик знает, как перекись водорода разлагается на что, напишите мне, пожалуйста. И что защищает наш организм от перекиси водорода, кто это знает, тоже напишите, пожалуйста. Я сейчас вам пока расскажу про силиконы, да, под диктовочку. Может быть, какой-то забуду, но смотрите, чтобы найти силиконы, во-первых, не нужно бояться силиконов где-то в конце списка. То есть если они идут там после пятого, шестого ингредиента, то в принципе, в принципе, это не так опасно. Да, потому что, как я уже сказала, все, везде важна концентрация. Но если они сразу после воды или на третьем месте, то это плохо. И то есть это, это, ну это крем или это сыворотка, она пустая. Ее лучше не использовать. Это ни о чем. Вы просто зря выкинули деньги. Вот. То есть вы купили силиконы. Силикон дешевый, кстати. Но на руки вымазать можно. Итак, у силиконов окончание кон через С пишется С-О-Н и или силоксан. То есть кон или силоксан. То есть диметикон, циклометикон, силикон, да. Те, которые силоксаны, это циклопентазилоксан, циклопентазилоксан. просто силоксан есть. И колон, окончание колон, то есть диметиколон, колон, как одеколон практически. То есть кон, колон и силоксан. Вот эти окончания говорят о том, что это силиконы, то есть окклюзионные агенты. Их не то, чтобы производители косметики хотят вам сделать зло, да. Просто силиконы очень удобный агент для того, чтобы сделать косметику. Он интактный, он ни с чем не реагирует, он не окисляется. Это такая отличная база, он не скатывается. Короче, это такой вот очень удобный агент, чтобы сделать очень приятные на ощупь средства. Но, к сожалению, бесполезное средство. Так. И вернемся. Так, никто мне не расскажет про перекись водорода. Что же вы в школе изучали? Еще, что не любит кожа? Высокие концентрации чего угодно, да, то есть вот я говорила, что микроэлементов до 1%, да, молочной кислоты до 5%, мочевины до 5%, там, того же глицерина до 5%, ну, то есть вот 5% это же чуть-чуть, да, то есть мы понимаем, что вкусные вещества, они должны быть в большой концентрации. Так, про силикон давайте напишу. окончания пишу по-английски. Кон, колонн и силоксан. Так, перекись, сейчас вот, сейчас вам сделаем мастер-класс по перекище. H2O2 это перекись. При разложении разлагается она просто на воздухе, получается вода. Получается вода. H2O плюс супероксидный радикал. Не вижу плюс у меня. А вот. плюс О с точечкой. Точечки у меня нет, у меня есть вот такой вот. То есть супероксидный радикал это О, это кислород, у которого не хватает пары. Не О2, да, которым мы дышим и все хорошо, а О. И вот он настолько активен, что он просто начинает тырить этот электрон второй, ему не хватает. он окисляет остальных, он окислитель очень сильный. Он тырит его чаще всего из как раз фосфолипидов, то есть из клеточной стенки. Поэтому все цепные реакции окисления изучаются на примере перекисного окисления липидов. То есть при добавлении перекиси к там фосфолипидам, к живым клеткам. Живые клетки погибают. Когда вы перекисью я просто перевязки делала, перекись была нужна, в очередной раз вспомнила, если вы возьмете ватку с перекисью в пальцы, вот в два пальца сделаете, что вы хотели, и потом на пальцы посмотрите, кожа белеет, кожа мертвая, становится, клетки вы убили. Вот те полудохлые, скажем так, клетки, которые были в эпидермисе, но которые были все же живыми и выполняли какие-то функции, вы их убили, потом кожа через какое-то время начинает шелушиться и слущиваться, это уже мертвые клетки, которые вы убили, вот они наконец-то решились и отвалились. Вот. Поэтому, пожалуйста, те, у кого есть акне, не делайте так, не протирайте лицо перекисью водорода, перекись водорода нужна для обработки гнойных рам, я ее обрабатывала именно гнойной рамой. Как хирург, я вам это говорю, ни один хирург больше ни для чего перекись не использует, максимум иногда для остановки кровотечения, потому что для остановки кровотечения нужен кислород. И в данном случае мы плюем на то, что мы как-то можем повредить живым клеткам, нам нужно быстро остановить кровотечение, тогда, ну там, например, слизистый нос, если просто тампанирование не помогает, то тогда делается с перекисью, и если очень сильное кровотечение, которое не останавливается, да, из-за щетки кислорода все-таки происходит остановка кровотечения. Так, еще был вопрос, еще был вопрос про масла, которыми типа там добавлять капли в уходовые средства для обогащения. Татьяна, я поняла, что вы любитель домашней косметики и так далее, я вам скажу так, во-первых, когда производитель делает крем, поверьте, это не так легко, не так легко добиться его стабильности, чтобы ничего не скатывалось на лице, чтобы все было нормально, чтобы ничего там лишнее не окисляло друг друга и так далее, чтобы он не стух, опять же, не зацвел, то есть каждый его компонент должен сочетаться с остальными. Это не так легко. И как только вы добавляете масло, вы разрушаете вот эту вот стабильность. Да, после этого вы на себя все нанесете, в принципе, но это будет более жирное что-то. Кто вам сказал, что вы обогащаете этот крем, я не знаю. Почему вы считаете, что он становится богаче, когда вы в него добавляете масло? Почему вы думаете, что производитель так пожадничал этим маслом, которое стоит копейки, что он не захотел, чтобы вы обогатили свое лицо этим кремом, который разрабатывали в течение там полугода и еще полгода ждал этот крем всяких регистрационных удостоверений и так далее, чтобы выйти на рынок. И неделю думали, как его назвать. Неужели вы думаете, что все так просто, что это вас кто-то обманывает? Может быть, вам просто это втирает тот, кто любит делать домашние какие-то кремы? Я честно делала, до кремов я не добралась, я делала тоники, я делала гидрофильные масла дома, я даже на продажу делала тоники индивидуальные, прям четко индивидуальные под каждого пациента. В принципе, всем нравилось, мне нравилось, но потом я забила. Так как я недавно выезжала из съемной квартиры, я нашла кучу гидролатов, кучу всего, то, что использовала, все это выкинула, потому что это все уже давно просроченное и так далее. Вспомнила молодость. Вот. Вы не обогатите крем маслом. Крем можно обогатить тем, что вы купите правильный крем под свою кожу. Потому что, если у вас кожа обезвоженная, маслом вы ее не увлажните. Если у вас кожа сухая, маслом, ну что вы можете сделать маслом? Сымитировать кожное сало. Это максимум. К этому я еще вернусь. Так, Татьяна. Простите, что я вас так ругала. Вы нормальный, адекватный человек. Вот. Смотрите, на упаковках пишут люди, которые к косметологии не имеют никакого отношения. Обычно они просто маркетологи, им надо что-то продать. Как арома масла, я, как уже сказала, я не против ароматерапии. Но, смотрите, тоже индивидуальную аллергию никто не отменял. Вот. Поэтому, ну, если у вас где-то зачесало и заслезилось или вы закашлялись на аромалампу, вспомните, что вы туда, во-первых, капнули, выключите лампу, проветрите помещение, выпейте антигистаминное, прополощите рот, нос, глаза, горло, потому что, возможно, аллергия. Про добавление, например, масел в ванную, вот этот вариант нормальный, но не эфирных масел плюхнуть, потому что мне иногда девочки присылают, никогда не забуду, фотографии обожженной спины. То есть, они получили как раз не аллергический, а именно контактный, простой контактный дерматит на то, что вылили эфирное масло, в ванную, во-первых, горячая вода, то есть улучшение проникновения, а во-вторых, именно эфирное масло без разбавления. В ванную 5 капелек достаточно эфирного масла, они, видимо, плюхнули там, не знаю, полфлакончика или сколько, не знаю сколько. Да там и не видно в ванной, сколько ты плюхаешь, оно сколько плюхнется, столько и плюхнется. Вот. Базовые масла очень хорошо использовать на руки, под хлопчатобумажные перчатки на ночь. Вот это вот хорошо. Можно, наверное, раз в неделю на тело, на влажное, но не чаще раз в неделю, потому что иначе вызовет шелушение и сухость. Так. Так, Татьяна много. Другая Татьяна спрашивает, как же тогда восстановить кожу, если пользуешься плотными кремами, а легких не хватает. Я вам расскажу дальше. Так. Так, вроде бы, а нет, вот еще есть вопрос про акне, тоже попозже. Как восстановить роговой слой при акне. Но тут тоже нужно воспаление снимать, в первую очередь. К этому я еще вернусь. Так, выучили, что любит и что не любит кожу, да? То есть любит всякие вкусняшки в небольших количествах и то, что в ней содержится. И не любит окклюзию, то, что растворяет различные жиры растворителей и то, что очень легко проникает в кожу, но и в больших при этом количествах. Масла, кстати, не любит кожу. Так. Так как мы говорим про алгоритм, да, ухода за кожей, то вот мы сейчас узнали, что нам надо, что нам исключить, теперь мы должны выучить, как это наносить, что и как наносить. Понятно, что первое идет умывание. Это то, что я, например, кто у меня был на консультации, они знают, что я всегда пишу циферками или тот, кто проходил мою ваншколу. Первое всегда умывание, то есть мы цифрами уже показываем, как в некоторых принципе косметических марках, цифрами мы показываем порядок нанесения средств. Чтобы не перепутать, а не то, что как я спрашиваю, чем вы пользуетесь дома? И мне так, ну у меня есть вот такая маска, у меня есть вот такой крем. Я говорю, а вы не умываетесь, что ли? Ну, то есть вот поэтому у нас всегда, когда мне кто-то пишет или рассказывает про свой уход, я говорю четко и по пунктам, потому что тогда человек начинает хотя бы правильно вспоминать, потому что когда мы скачем от одной баночки к другой, мы вообще половину баночек забудем, да, и у меня в голове будет каша. Поэтому первое, умывание, рутинные средства сначала разбираем, рутинные это то, что делается ежедневно два раза в день, обычно два раза в день. Некоторые умываются один раз в день, и это тоже приемлемо. Итак, умывание, ну там, да макияж, неважно, тонизация, да, то есть тоник какой-то, сыворотка на все, лицо, сыворотка я называю гелеобразные, безжировые текстуры, в гельтеке их полно, в гельтеке кремов гораздо меньше, чем сывороток, некоторые сыворотки в гельтеке называются сывороткой, некоторые сыворотки в гельтеке называются гель, но они все гелеобразные, То есть без масел. Потом наносится какая-нибудь сыворотка локального нанесения по какой-то проблеме. И дальше наносится крем. То есть вот это порядок, 5 средств каждый день. Например, кому-то не нужен будет крем при жирной коже, кому-то не нужна будет сыворотка локального нанесения. Кто-то, например, при очень сухой пересушенной коже не будет один раз в день умываться. Он просто будет пользоваться, тоником протрет лицо, потом сыворотку нанесет, потом крем. То есть все очень индивидуально. Я как-то была на... Ну, меня позвали рассказать про уход, что-то такое в одно сообщество. И там тоже оказалась женщина, которая занимается косметологией. И когда я сказала, что можно тоник использовать вместо умывалки, в принципе, ну именно протирать лицо, не умываясь при сухой пересушенной коже. Когда нам нужно восстановить эпидермальный барьер и состояние именно эпидермиса, да, рогового слоя, то не нужно его каждый раз очищать еще больше, так масел нет. Она говорит, это невозможно, это невозможно. Девочки, я так делаю уже много лет. Все возможно. Человек может все. Даже не умываться один раз в день. Поэтому люди с жирной кожей сейчас на меня, наверное, смотрят такие, как? Фу, грязнуля. Поэтому все очень индивидуально. Кому-то надо и три раза в день умываться. Но это скорее плохо. Кто-то может жить без крема, представляете? Без крема может жить. Я без крема, например, живу. Еще я не умываюсь и кремом не мажешь жуть вообще. И это возможно. Так, и есть еще еженедельные процедуры, которые делаются иногда раз в две недели, иногда раз в месяц, иногда раз в полгода, а иногда и три раза в неделю. В зависимости от того, что вам посоветовали, в зависимости от того, что вы хотите добиться, от состояния вашей кожи и от, соответственно, всей процедуры. Да, то есть что это за процедура такая, насколько она богата, обогащена или насколько она активна. Итак, ежедневные процедуры тоже. Видите, по пунктам, то есть как все происходит. Первое, понятно, что умывание. И чаще всего умывание более сильное, более качественное, чем при рутинном уходе. Потом идет подготовка. Это может быть ИИИ или 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 или. То есть кислотный тоник, энзимная маска, гамаж. Я здесь не пишу пилингов, потому что я не очень за домашний пилинг. Особенно сейчас уже все, солнце вышло, уже хватит с вас пилингов. Не надо себе провоцировать пигментацию. Я не очень за скрабы на лицо, потому что очень много противопоказаний. И они как раз царапают наш роговой слой, да. То есть они его немножко разрушают. Поэтому это можно делать только тем, у кого есть, во-первых, действительно гиперкератоз, который нужно убрать. Во-вторых, у кого точно ядниково-воспаление. И не будет. Вот, то есть это очень мало кто. Но им можно. Далее идет маска по типу кожи, очищающая или увлажняющая. Дальше идет, ну, мы смываем маску, тонизируем, наносим сыворотку, наносим крем. То есть тонизация, сыворотка, крем, как и вот пункты 2, 3, 4, 5 в рутинных средствах. То есть надо запомнить, что если вы делаете вот эту еженедельную процедуру, то когда вы смываете последнюю маску, их может быть несколько, вы повторяете свой рутинный уход с тоника. Так. Анастасия, очень приятно, что вы тоже просто протираетесь тоником по утрам и не делаете пятиэтапное умывание. Ну, пятиэтапное. Значит, давайте я вам расскажу про вот эти многоступенчатые умывания, которые пришли к нам от азиатов, да, то есть это не из Европы, к нам пришло вообще. Потому что в Европе, ну, если мы возьмем там Францию, ну, если мы возьмем светлокожих, да, то есть будем делить на арабского происхождения людей и светлокожих людей. Понятно, что туда более южные, у них кожа жирнее, плотнее, им и умывания надо больше. А вот кто такие подскандинавов косит, скажем так, у них кожа более тонкая, более светлая, и на солнце она реагирует плохо, и солнце убивает, в конце концов, и более сухая, то есть им нужно больше увлажнений, и меньше вот этого вот умывания. Откуда пришли пятиступенчатые, ну, там, трехступенчатые, двухступенчатые системы умывания? Гельтек сейчас думает над тем, они сделают ли нам тоже какую-то такую систему, чтобы макияж смывать. Они пришли, во-первых, из Азии, где жирная кожа, и где есть культ белой кожи. И культ молодости – это культ белой, светлой кожи без пигментации. У них очень рано наступает пигментация. Они ненавидят свою желтизну, этой своей кожи. Хотя, в принципе, ну, неплохо кожа и кожа. У кого-то вообще коричневая, да? Вот. То есть они сначала наносят 20 слоев этих всех тональных средств, потом же их надо смыть, и вот поэтому у них многоступенчатая система умывания. Вот и все. То есть только от этого. Те, кто работают актерами, ну, в общем, медийные личности, которым нужно постоянно наносить макияж, не просто для красоты, да, типа прыщик замазать, там, не знаю, синяки под глазами и румяна, а именно сценический макияж на сцену, для софитов, камер и так далее, когда не должно ничего течь, когда они же, ну, когда это все, это же совершенно другой макияж, совершенно другие средства. Их вообще фиг смоешь. У них, конечно, это не одна умывалочка, и тоником это не смыть, да? Там вот как раз такая система идеально подходит. То есть много таких нежных умывалочек, которые по чуть-чуть, по чуть-чуть будут смывать, растворять макияж. Каждая следующая будет еще смывать предыдущую. Но для именно рутинного ухода, когда вы не наносите ежедневным грим, это все вообще не нужно. Так, Татьяна спрашивает про гидрофильное масло для умывания. Они очень разные. Они очень разные. Так же, как и гели для умывания, они очень разные. И я сейчас похвалю, а вы купите жесткое. И вы скажете, о, Галина Николаевна что-то не то говорит, да? Есть нежные, есть не нежные. Так как я делала гидрофильные масла, есть те, которые масло оставляют на коже, например. Это тоже не очень хорошо. Но мы тоником, по идее, потом это все должны смыть. Есть, которые до скрипа умывают просто вообще жутко, зато смывают все, что можно, включая кожу. Они очень разные. То есть мы поэтому вот задумываемся, а не попробовать ли сделать в гельтеке что-то, но нежное. То есть то, что будет смывать водостойкий макияж, вот этот жир растворимый, с жир растворимой основой, потому что я всегда говорю, что гель очищающий смывает любой макияж водостойкий, на моем, во всяком случае, лице, кроме помады водостойкой у меня Шанель, ну, которая, как она, матовые помады, вот он не смывает, да. То есть мне даже иногда, так как я редко крашу, то мне даже иногда можно просто мылом, бруском губы потереть, и она смывается. Вот, то есть я смываю сначала все лицо, потом еще губы вообще тупо мылом, потому что мыло, оно обладает мощными жирорастворимыми свойствами, поэтому оно так сушит кожу. А зато помаду смывает, но потом губы все, конечно, не очень. Вот так. Поэтому про гидрофильное масло тут конкретика важна, да, потому что, если бы вы меня сейчас спросили про сыворотки, да, что вы думаете насчет сывороток, я бы то же самое сказала, потому что сывороткой сейчас называют от масла до воды, да, и какую конкретно сыворотку вы имеете в виду? Так, с алгоритмом, порядком нанесения косметических средств, думаю, все понятно, и про ежедневный, и про еженедельный. И понятно, что какие-то именно крайние, да, можно убрать. Мы это сейчас тоже разберем более конкретно. Ну, перед тем, как разбирать, вы должны разобраться, какой у вас тип кожи, хотя бы по сальности, да, по сальности. Потому что есть типы кожи по Лесли Бауман, там 16 типов кожи, которые входят в сальность, просто как один из четырех признаков. А есть еще морщинистость, не морщинистость, да, то есть хороший тургор или фиговый тургор, то есть уже морщины пошли. Есть еще пигментация, не пигментация. Соответственно, ну, кто-то склонен, кто-то не склонен. И есть наличие чувствительности, и чувствительности еще четыре типа. То есть это розация, акне, неприятное ощущение при нанесении средств и именно аллергия на нанесение средств. И я бы еще добавила пятым пунктом. Склонность к отекам. Тогда бы было вообще 20 вариантов типов кожи. Но не я же их придумала, да, потому что отеки – это тоже очень важно, и мы тоже это разберем. У нас вебинар, конечно, затянется конкретно. По возрастам, смотрите, Татьяна. Татьяна одни спрашивают, причем разные. По возрастам можно ли разложить гильтек? Нет, забудьте про слово возраст. Есть у кожи проблемы, конкретные проблемы. Они могут возникнуть практически в любом возрасте. Мимические морщины могут быть и у детей. Отеки могут быть и у детей. Пигментация может быть у 18-летней девочки, которая начала принимать оральные контрацептивы, сделала сдуру пилинг, потому что ей так подружка сказала, ну или она у блогера это посмотрела, и у нее будет пигментация. Это признаки возраста, да, мимические морщины, отеки, пигментации. Но при этом они могут быть и у очень молодых. Поэтому забудьте про какие-то возрастные цензы, да. Важна работа с проблемой. Если у вас очень тонкая кожа, то это один вариант. Бывают зрелые, там, даже 80-летние женщины, у которых настолько плотная, хорошая кожа, что там не нужна никакая ни подтяжка, ничего. Но она плотная, классная кожа, как пятка. Вот, ей вообще ничего не страшно, да. Есть 20-летние девочки, у которых вот так вот просто, вот, вот, как тряпочка. Неужели вы думаете, что, ну, тут как бы этой 20-летней мы не будем делать то, что, ну, там, вообще и уколы, и можно даже подтяжку делать вообще. Все что угодно можно делать. И рассматриваем ее как старуху. Только молодую. Вот и все. Не получится. Смотрите, вот этот, кстати, миф про то, что, если я начну мазать раньше, там, антиэйдж-продукты, да, то есть многие девочки, я именно специально называю девочками, не женщинами, девочки 25-30-35 лет, думают, что если стоит слово антиэйдж, то это не для них, это для кого-то, кому же эйдж. А женщина начинает считать, что ей эйдж, мне кажется, никогда, она всегда думает, что, в принципе, еще не сейчас. Вот. Нет, это все, это все маркетинг. Это все маркетинг. Реально. Не обращайте на это внимание. Важны составы и важно действие конкретного препарата. Вы не сможете навредить себе. Вы можете предупредить, наоборот, остановить дальнейшее старение, замедлить его или предупредить появление каких-то проблем, используя косметику заранее. Вот. Чем, наоборот, вы будете ждать этих 80 лет, не доживете до них, и так эта косметика и не попадет к вам. Итак, давайте разберем хотя бы по жирности кожи. Да, специально взяла, ну, разные возрасты, правда. Жирная кожа. В принципе, все это обычно знают. Это кожа, которая салится. Да, то есть мы, она более плотная всегда. У нее видны поры. Это апельсинка. Не только на носу видны поры. Поры везде, да, вот реально везде. Ну, может быть, вот здесь вот не будет, но лоб, например, весь в порах, подбородок весь в порах, вот здесь поры. То есть на центре лица точно полно пор. Их видно. Сухая кожа. Это персик. Персик. Она часто бывает пушистенькая. Вот у меня сухая кожа. Она пушистая у меня, вся волосатая, как персик. Вот. Не как нектарина, как персик. Хотя блещу издалека, как нектарин. На самом деле я пушистый персик. И пор не видно. На носу они могут быть. Они могут быть на носу. Они могут быть вот где-то здесь. Особенно, если вы давили их. Если вы давили их, то они будут всегда. Но вопрос в том, как они работают. Умеют ли они делать много сала. Вот этот вот блеск у меня, да, ну, мне видно, я не знаю, вам видно. Нет, это не сало, это не крем. Это гладкость. Это гладкая кожа с тонким достаточно эпидермисом, с адекватным наращиванием эпидермиса и с лучшим его. То есть вот это вот то, что не нужны хайлайтеры, да, вообще не нужны хайлайтеры. И когда на меня наносят хайлайтеры, я обычно плююсь, потому что я становлюсь вообще как потная женщина в них часто. Особенно на фотографиях. И я всегда этого опасаюсь. Быть потной женщиной. Вот. То есть сухая кожа, она матовая обычно. Ее, если трогаешь, она именно сухая. Она не прилипает рука к ней. Только не вот этой стороной, потому что здесь мы влажные, а вот тылом кисти. Жирная кожа, она может быть, ну, она сальная. То есть сало вырабатывается. Все. Не тогда, когда вы крем нанесли. Когда крем нанесли, еще быстрее вырабатывается. Ну и сухую кожу тоже нужно не тогда щупать, как только вы крем нанесли. Он и впитывается, в принципе, быстрее. А лип без крема, там, через полчасика после нанесения сывороток. Вот. Но вот эти тесты, типа, умойтесь, подождите час. Да сухая кожа не выждет час после умывания. Кожица вся. Человек скажет, идите вы со своими тестами. Мне неприятно, мне больно. Да, после умывания неприятно. Жирная кожа, наоборот, на крем скажут. Если скажут, нанесите крем, он скажет, фу, блин, ну я и так жирная. Куда мне этот крем, мне неприятно. Внешне всегда поры. Смотрите по порам. Вот. Потому что бывает так, что сухая кожа, в случае обезвоживания, чаще у молодых девушек может начать салиться. То есть она, сало течет с нее прямо. Но при этом она остается сухой по генетике своей, но сальной, из-за обезвоживания. Жирная кожа может тоже быть с шелушением каким-то, еще с чем-то просто потому, что она, опять же, обезвоженная. Вот и все. То есть эти состояния могут меняться. Поэтому смотрим по наличию пор. Плюс жирная кожа чаще более плотная. Она как бы поплотнее, такая по... Но не всегда. И у нее морщины не мелкие, а скорее крупные. То есть там две вот здесь, одна вот здесь, ну и две. Но не 10 вот здесь, да. У сухой кожи скорее 10 будет на обу морщин. Вот так. Вот. То есть они мелкие, их много. И она более тоненькая. Она более, вот если мы ее возьмем вот с щепочком, то она более тоненькая. Она больше похожа на кожу век. Как мы отчаем поры, чтобы не было черных точек. Это другой вебинар. Мы и так сейчас с вами засидимся на час дольше. Короче, понятно, чем отличается жирная от сухой кожи. Запомните эти картинки, да. То есть сухая, матовая, без пор и с большими, мелкими морщинками, неглубокими. Жирная, она лоснится. Она более плотная. В ней есть поры. И если и есть морщины, то они как бы более такие, как ножом прям вот исчерчены. Более глубокие. И их мало. Так, сейчас должно быть про барьеры. Что-то у меня тормозит. Почему я не тормози? Странно. Вот, все. Так, про сальные железы. Тут, в общем, нарисованы сальные железы. И потовые есть. Сейчас. Состав кожного сала. Просто чтобы вы... Ну, это не очень важно, в принципе. Но запомните, потому что вы это увидите в составе кремов. Да. Триглицериды можно увидеть в составе кремов. Воска. Легко. ЖЖБа, тот же воск. Ну, жирные кислоты, в принципе, иногда бывают. Сквален тоже сейчас достаточно часто бывает в кремах. Холестеринчик бывает. Каротиноиды. Это витамин А. Различный бета-каротин. Витамин Е, витамин Д. Да. То есть, если посмотреть, мы такое частенько видим в кремах. Не обязательно все вместе, но какие-то из компонентов. Это я так подвожу мысль тихонечко к крему. Сало плюс пот образуют гидролипидную мантию. Состав ее достаточно сложный, да. То есть, вода и куча-куча еще других соединений. Это и минералы, и глюкоза, и витамины, мочевина, аммиак, мочевая кислота, молочная кислота, аминокислоты, различные гормоны, гистамин, ошибка у меня. Различные жирные кислоты и там урокаиновая кислота. Вот смотрите, она даже от ультрафиолета защищает. То есть, это находится на поверхности. А теперь вот так вот мягко я вам намекнула, что крем, крем – это аналог гидролипидной мантии. Все, что аналог, то и заменитель. И мы понимаем, что жирная кожа сама себя отлично защищает, и ей крем не нужен. То есть, вот эта верхняя гидролипидная мантия, которая находится на поверхности эпидермиса, у жирной кожи, она очень хорошо защищает все, что внизу. Но, когда ее слишком много, то есть, смотрите, что здесь есть. Мочевина, молочная кислота, минералы, то есть, много соли. Что получается? Раздражение кожи получается. Поэтому много пота, как и много, в общем-то, сала кожного, ведет к тому, что более глубокий барьер разрушается. И поэтому жирная кожа тоже бывает очень чувствительной. И поэтому в том числе бывает акне, потому что слишком много сала. Слишком, опять же, масла, это те, которые в кожном сале, да, они дают окклюзию. То есть, вот эта картинка, где пот, где девушка с жирной кожей, такая лосница вся, да, это окклюзия. Что я сказала? Кожа окклюзию не любит. Вот. Эпидермис начинает работать неправильно. Поэтому надо сальные железы, да, и пот его успокаивать. И уж точно не добавлять им еще и крем. Крем на крем. Так, ну, свойства гидролипидной мантии, да, вот здесь картинка, как она работает. Вернее, тут два барьера показаны. И гидролипидная мантия, и термальный барьер. Гидролипидная мантия не дает пройти в воде. Масла все проходят в любом случае, да, там всякие микроэлементы и так далее. А вот всякие молекулы, разные водорастворимые, крупные молекулы, они застревают в гидролипидной мантии. Ну, в том числе вода. Причем нужно понимать, что как снаружи внутрь, так и изнутри наружу. То есть гидролипидная мантия в ее нормальном состоянии, а не когда слишком много пота, который разрушает все на свете, либо слишком много жира, который делает окклюзию. Гидролипидная мантия в своем качественном, нормальном состоянии, в идеальном состоянии, она помогает увлажнению кожи, то есть она препятствует испарению с поверхности кожи жидкости. Вот, вы же помните, там и аминокислоты, и микроэлементы, как в натуральном увлажняющем факторе. Плюс поддерживает кислый ПАЖ в нормальном состоянии. Если сала слишком много, то ПАЖ становится более щелочным. И мы получаем акне в том числе. В том числе мы получаем гиперкератоз, потому что без нормального кислого ПАЖ, то есть где-то там 4,5-5, плохо отшелушивается эпидермис. Мы получаем гиперкератоз, который тоже плохой. Способствует нормальной дискломации рогового слоя. Именно кислоты. Дискломация – это отшелушивание. Ну, в принципе, все, я сказала. Образует защитную пленку, препятствует проникновению грязи, бактерий, водоростворения, веществ, тяжелых металлов, защищать липидопедромальный барьер. Но понятно, что это все нужно тоже смывать. Но смывать не тогда, когда вы идете в грязный цех, а когда вы возвращаетесь домой. После грязного цеха. Ну и вот сейчас, опять же, борьба с кровавирусом. В принципе, кожа, через кожу он не проникает, то есть он проникает только через слизистые. Но проблема в том, что мы кожу постоянно трогаем, потом в носу ковыряемся, в зубах ковыряемся. Дети, так они вообще пальцы сосут. Ну, опять же, мы пальцами берем хлеб и едим его. То есть это все к чему? Ну, если вы пришли из магазина, помойте лицо в том числе, хотя бы тоником протрите, чтобы убрать. Если вдруг там есть вирусы, то чтобы их хоть как-то уменьшить их количество, чтобы потом в рот вам меньше попало. Вот. Это вот к этому тоже было. Так. Самый главный барьер кожи – липидопедромальный барьер. по его состоянию можно понять, обезвоженная кожа или нормальная. То есть если у вас обезвоженная кожа, или если у вас есть чувствительность кожи, значит, что у вас фиговые липидоэпидермальные барьеры. Его надо восстанавливать. То есть когда есть акне, когда есть розация, когда есть чувствительность кожи, любое, вообще все, что угодно, не норма – это всегда разрушенный липидоэпидермальный барьер. Вот. Соответственно, смотрите, что в его составе. Очень много церамидов. Да. Вот смотрите, воды там как бы мало, как бы он вообще почти без воды. Ну, она есть там в любом случае, но вообще липидопедермальный барьер – это масла, это всякие маслицы. Поэтому масла через него легко и проникают. Но они в нем же и частично остаются и разрушают вот это вот волшебное его свойство. То есть в составе в основном церамиды или керамиды. Их очень много видов. Их, кажется, все время новые находят. То есть это, ну, заменить его кремом нереально. Если гидролипидную манчу легко, уже научились, да, именно заменять кремом. Потому что при сухой коже, при обезвоженной сухой коже нам крем обязательно нужен. Потому что у нас просто не вырабатывается в сухой коже это сало. Да и пот не вырабатывается. Ничего не вырабатывается. В зрелой коже тоже крем нужен, потому что, ну, не вырабатывается у нее уже. Там все железы уже плохо работают. Что эндокринные, что экзокринные. Но, опять же, крем нежирный, да. Да, как я сказала, вот та девушка, которая вся поплыла уже жиром, это плохой вариант. Поэтому не надо на себя наносить масла. Масло не заменяет гидролипидную мантию и разрушает липидоэпидермальный барьер. Легкий крем заменяет. Но это не увлажнение. Это тупо защита. Это имитация гидролипидной мантии. А свойства, что-то я больше про нее. Свойства гидролипидной мантии, какие? И кислота, да, то есть PH. И небольшая защитная пленочка. Небольшая, не окклюзия. То есть защита от грязи в основном. И все. Чтобы в ней застревало. Потому что окклюзия будет разрушать липидоэпидермальный барьер, но косвенно. Итак, состав церамиды, которых куча. И там много линолевой кислоты. Холестерин и его эфиры. И насыщенные жирные кислоты. В общем, много жирных кислот различных. Так. Ну и сравнивают с церамидами. С цементом, да. Как бы с кирпичами и цементом. Хотя кирпич с цементом не двигаются. А липидоэпидермальный барьер это такое, скорее, жидкостное образование. То есть клеточки, плавающие в жире. Ну вот. Плюс они все еще и друг с другом там соединяются. Там красными десмосомами и так далее. То есть это все непросто. Поэтому очень сложно рассказывать, упрощать. Потому что до сих пор еще это все исследуется. Мы до сих пор не знаем, как это именно в идеале работает. А зачем это узнавать? А чтобы лечить различные болезни тяжелые. Кожные. А не только, чтобы быть красивыми. Итак, еще немножко про это. Про барьеры. И фотография, соответственно, вот это шелушение, которое говорит о том, что у нас очень плохой липидоэпидермальный барьер. И корниоциты начали разрыхляться. Они не склеены между собой. То есть они уже не барьер. Они уже открытые ворота. Заходи, бери, что хочешь. Как заходи, бери, что хочешь, так и уходи, бери, что хочешь. Сейчас сделаю указочку. Итак, при нормальном, нормальных двух кожных барьерах, то есть и гидролипидной мантии, она не будет пропускать всякую гадость, и липидные слои с корниоцитами, все, в общем, четенько закрыто. Когда у нас, например, мы умываемся слишком много, или там поскрабились, или сделали пилинг. Пилинг тоже, он же приводит к шелушению. Да, шелушение – это признак обезвоженности. Обезвоженность – это признак вот такой вот картинки. То есть у нас и гидролипидная мантия не к черту, и липидепидермальный барьер разрушен, и вот у нас вся инфекция проникает вглубь, и в итоге попадет глубже или запустит воспаление, которое не обязательно превращается в прыщ, а может именно превратиться в какую-то аллергию, или в обострение каких-то основных заболеваний, типа псориаза, например. Так, здесь вторая похожая картиночка, да, но уже мы говорим не про то, что извне внутрь входит, а про то, что выходит. Выходит у нас всегда влага, то есть наша вода, которая нам очень нужна. Кожа, в принципе, появилась у организмов, которые выползли на берег из моря, из океана мирового. Кожа появилась в первозданном виде тупо, чтобы защитить от испарения влаги. Это ее первое и основное свойство, это ее самая большая функция – защитить внутренние органы, наш внутренний мир от испарения жидкости. Чтобы мы могли находиться на суше, чтобы мы могли жить на суше. То есть вот она влага в липидоэпидермальном слое, в липидоэпидермальном барьере, как раз в роговом слое она застревает, у нас все увлажненное, да, вот кожа у меня увлажненная, приятная, на ощупь все красиво выглядит, да. И, ну, именно за счет церамидов. И вот если у нас шелушение, как на картинке, все вот это вот в разнобой, то и вода спокойно вылетает еще больше, мы получаем еще больше сухость, и вот этот замкнутый круг. Если мы сверху сделаем акклюзию, это шелушение никогда не уйдет, и даже ухудшится. Так, поэтому не надо мазать жирные кремы и масла на уже шелушащуюся кожу, никогда. Так, стрелочку убираю. Анна спрашивает, плашу гелиочищающего, я не помню, мне кажется, 6. Мне кажется, недавно кто-то уже спрашивал. Ну, 6 или 7. Он не особо кислотный, но дело не в этом. Вы после, он нужен для очищения, а потом вы наносите тоник, который уже плаш, ну, и вообще другие средства, которые восстанавливают ваш кислопаш. Каждое средство делает что-то свое. Так, главное, что не 12, как у мыла. Так, еще вот здесь, кстати, про ПАЖ, всегда вопросы вовремя идут. Вот, видно, да, что вот здесь СЕБУ, но имеется в виду гидролепидная мантия, 4,5. Ну, здесь утрировано, может быть, и 5, и 6, у всех немножко по-разному. Да, это зависит от того, сколько этого СЕБУ-МА. Чем больше СЕБУ-МА, тем выше ПАЖ, то есть тем он щелочнее. Так. И вот он в роговом слое, это наш стратум-корниум, вот он, и вот он натуральный увлажняющий фактор, смотрите, где он находится. Он находится внутри клеток, внутри, не снаружи. Снаружи у нас находится липидоэпидермальный барьер, церамиды в основном, там еще холестерин. А натуральный увлажняющий фактор внутри клеток. А слои эпидермиса, которые более низкие, там зернистые, шпаты, они тоже делают много всего, чтобы удержать влагу, чтобы сделать эти церамиды, чтобы сделать какие-то белки и так далее. То есть они просто там так льват. Вот. И вот здесь показано, что это все нужно для того, чтобы вода не убегала, а как раз оставалась здесь. Есть еще и более серьезные вещи, типа белки аквапарины, которые эту воду распределяют и так далее. Которые сверху ее тащат назад вниз. На это у нас действует сыворотка 3D-увлажнения. В ней находится пептид, который стимулирует выработку белков аквапаринов. Поэтому к вопросу про топиков, топиков много чем надо мазаться, но точно не жирным кремом. Топика могут и топор посоветовать, как бы гильотину и так далее, но работают вообще другие вещества. С церамидами кремы, кстати, хорошо, но они не должны быть жирными. Так, теперь мы вернемся к разным кожам, да, к жирной и к сухой. А потом разберем еще кое-что. К алгоритмам. Итак, если у вас жирная кожа, то в рутинных средствах у вас будет умывание гелем или муссом, да, тоником не подойдет умывание. Я имею в виду гель очищающий и мусс наш очищающий, который достаточно новый, ну, в это, не в сколько мы, меньше года, по-моему, еще. Я не всегда запоминаю, когда выходят наши средства. Смотрите, мусс кажется очень нежным, но если вы возьмете много, то есть его надо взять по размеру с лесной орешек, всего лишь объем мусса, то есть не вот так вот, прям неприятно так, потому что он обманчиво нежен, но он еще и пахнет очень вкусно. Весь такой пушистенький, весь такой мимимишечка. Просто я вас прошу, не увлекайтесь, будьте бдительны, не верьте, вот, что он такой нежный. Он все-таки больше для нормальной жирной кожи, он не для сухой кожи. Хоть там и алоэ, там противовоспалительные свойства, но он очень даже такая конкретная умывалка. Гель для умывания я рекомендую использовать 2-3 капли. То есть если это макияж, то 3 капли, если это очень жирная кожа, 3 капли, если это нормальная или тем более сухая кожа, но мы сейчас прожирную, да, то 2 капли. Если вы умываетесь 2 раза в день, жирная кожа, то в принципе по 2, ну, смотрите, лицо же еще важно, размер лица, вот, 2-3 капли, а мужчинам 3 капли. И с бородой 3-4. Гель для умывания очень классно, вместо еще и при бритье тоже использовать. Он, правда, не очень хорошо пенится, но зато раздражение снимает. Хотя у нас тут одни женщины, но вдруг у вашего там, у вашей половинки, второй, какое-то раздражение на лице, смените его пену для умывания на гель очищающий, тем более, если, допустим, он у вас уже есть. И посмотрите, посмотрите, что произойдет. Так, после этого, тонизация обязательно. Тоники мы используем, либо тоник для жирной кожи, а для жирной нормальная, либо тоник, салуэвера и коллагеном, если кожа чувствительная. В сыворотке есть гель для жирной кожи, зачем выдумывать что-то еще? Но иногда, смотрите, гель для жирной кожи, он такой плотненький. То есть, некоторым, у кого очень жирная кожа, может показаться, что его что-то перебор, что есть ощущение, что он находится на лице, потому что более, ну, нормальная кожа его впитает и не заметит. Но вот жирная кожа, она не особо впитывает-то вообще все, что угодно, ее увлажнить сложнее. То есть, ее надо успокоить в первую очередь, чтобы сало меньше вырабатывалось. Для таких людей я очень рекомендую сыворотку интенсив-омоложение. Это вот к вопросу о том, а не рано ли мне пользоваться сывороткой интенсив-омоложение, она же, наверное, для 80+. Нет. Она для любого возраста подходит. Она более жидкая, и почему-то ее очень любят люди с жирной кожей. Она очень хорошо увлажняет. Там два варианта гиалуроновой кислоты и как бы то, что называют Apple Stem Cells, то есть улучшает эти стволовые клетки, яблони, ну, экстракт, они улучшают защиту нашей кожи от окружающей среды. Поэтому очень рекомендую. И у нас новая есть сыворотка ProBioSkin. Это сыворотка, увлажняющая с антиоксидантами и, самое главное, с пробиотиками. Это уже для жирной кожи склонной к акне, склонной к раздражению, с розацией, например, и так далее. Вот. То есть ProBioSkin, я сюда его специально поставила, потому что про него пока мало кто знает. Вот. А так вы будете знать, что для жирной кожи очень даже ничего. И сыворотка локального нанесения, это при акне, соответственно, стоп-акне. Крем не нужен. Вообще. Максимум вам нужен солнцезащитный крем, если вы идете надолго гулять по морю. Но пока что, я думаю, что нет. Для прогулок до магазина и обратно вам достаточно будет пудры. Для жирной кожи это лучший вариант, чем, я сейчас скажу, что кремовлажняющий, в котором есть, там где-то SPF 12. Нет. Пудру. Лучше пудру. Так. Вот. Маргарита пишет, что с ее жирной в Т-зоне кожи сыворотка интенсива омоложения всего за два дня уменьшила черные точки. Там был вопрос про черные точки. Про черные точки у меня есть отдельный вебинар. В первую очередь нужно увлажнить кожу правильно. И забудьте, что знак равно между увлажнением и крем вообще не равно. Крем вообще не увлажняет. Вот забудьте это слово. Увлажняет сыворотки. И правильно умывание, правильно подобран домашний уход. Так. Кристина видимо не знакома с косметикой Гильтек и со мной. Можно ли использовать сыворотки постоянно, не перенасытиться ли кожа? Эти сыворотки можно использовать абсолютно постоянно. Стопакны, как я уже сказала, локального действия. Любые сыворотки локального действия. Ну, почти любые. Нет, не любые. С кислотами. Кислоты нельзя использовать постоянно. Все. И ретинол. Ну, хотя нет, ретинол можно постоянно. Кислоты нельзя использовать постоянно, потому что можно пересушить. У нас с кислотами есть кислотный тоник только и сыворотка стопакны. В принципе, еще энзимная маска, но маску постоянно как бы вряд ли кто-то будет использовать. Хотя на моем марафоне сам массажа одна девушка использовала каждый день именно массаж делала по энзимной маске и а там есть молочной кислоты немножко, там по проценту 5 как раз именно как увлажняющего агента и закисляющего. Ну, там и пектин в принципе как закисляющий. Ну, через неделю она зашелушилась, то есть она в итоге сделала себе пилинг. Ну, это было не страшно, неплохо, это было как бы не лето, нормально, но тоже наука. Не надо каждый день использовать средства с кислотами. Так. Про рутинные понятно. Так, Тамара спрашивает, можно ли использовать сыворотки других фирм. Да, Тамара, у нас здесь только про гельтек и то я рассказала не только про гельтек, потому что гельтек нет масел. Соответственно, я не могу вам сказать, как я сказала в начале, если вы пропустили, так как я не знаю вас, так как я не знаю про какую сыворотку вы говорите, я вам не могу сказать, можете ли вы использовать сыворотку другой фирмы. сочетание гельтека с другими брендами есть такой у меня вебинар, можете его посмотреть, он достаточно старый, но есть. Я не вижу смысла использовать, ну, как бы очень мало сывороток, которые были бы такими же клевыми, как у гельтека. Если вы посмотрите на составы, чаще всего в этих сыворотках полно силиконов. Я не буду сейчас говорить другие фирмы, да, есть сыворотки, которые в 10-15 раз дороже и которые, да, очень хороши. Вот. Так, подождите. вопросов пошло много, да. Про глаза попозже, там отдельно я скажу про глаза. Сочетание тоников тоже потом. Можно ли наносить сыворотку стопактной на все лицо? Смотрите, стопактная чем-то похожа на скинорен, да, аптечный препарат с зелоиновой кислотой, только нежнее. В стопакне есть 2, ну, около 2% этой салициловой кислоты, то есть стопакне это кислотная сыворотка на все лицо, если у вас на всем лице акне, да, вы можете наносить, но не каждый день, не постоянно, если каждый день, то курсами, то есть вы должны понимать, зачем вы это делаете, потому что это кислоты, и кислоты, к которым в итоге кожа начнет не привыкать именно, а защищаться от них, то есть если вы пересушите кожу, жирная кожа начнет салиться, сухая кожа начнет шелушиться, ну, то есть нужно все с умом делать, и понимая каждый день, зачем вы это делаете, риск какой, когда есть кислотное средство, стопакное кислотное средство, да, оно очень хорошее противовоспалительное, как хорошо делать, вы можете два раза в день его наносить на воспалительный элемент в течение трех дней, дальше вы делаете перерыв, если воспалительный элемент вообще никак не реагирует, то вопрос что это такое, ну, и дальше просто вы начнете пересушивать кожу, поэтому если у вас розация, да, то сначала нужно кожу привести в нормальное состояние по увлажнению, а потом уже на ночь пользоваться стопакной, на эти так, Татьяна спрашивает, есть ли смысл менять бренды, Татьяна, это как с мужчиной любимым, вот любимая косметика это реально как любимый мужчина, и вообще как с мужчинами, очень легко, надо это видео записать прямо на ютубе, вот смотрите, по аналогии с мужчиной, вот вы увидели мужчину, вы в него влюбились, да, он неделю с вами и вам хорошо, он месяц с вами и вам хорошо, а через месяц что-то как-то плохо стало, то есть вот сначала было прям вау, а потом как-то фу, вот это нелюбимый мужчина, от него мы избавляемся, так же, как и от любого средства, которое примерно через месяц или через два вдруг стало хуже кожи, при том вы ничего не меняли, но вот новое средство сначала было хорошо, а вышло не очень, да, но если вы пользуетесь уже полгода, вы уже купили второй, третий флакон и вам все хорошо, то зачем менять этого мужчину, а? Все, уже живите долго и счастливо, закупайтесь сразу на несколько месяцев вперед, потому что всякое бывает, снимаются производства иногда из-за того, что каких-то компонентов, препаратов больше нет, из-за того, что фирма обанкротилась или еще что-то, вот, как-то так, да? Поэтому любую косметику воспринимаем как любимый мужчину, если прям вах, люблю, не могу, значит, это ваш мужчина, не надо его менять, и не важно, какая это фирма, у каждой фирмы может быть что-то подходящее только вам, он может быть алкоголиком и придурком, но вы его любите, и с ним вам хорошо, да? А вашей подруге она смотрит, господи, ну дешевка какая-то, да? или фу, он слишком дорогой, он дорого тебе обходится. Запись будет. Акваудовольствие при жирной коже можно. Так. Еженедельные процедуры для жирной кожи. Какая она в идеале вот есть при обычной жирной коже? Умывание, более такое качественное, подготовка и кислотный тоник, саха мы протираемся, наносим энзимную маску, если у вас есть какой-то гаммаж, потом после энзимной маски вы еще скатываете, соответственно, все с лица, энзимная маска именно готовит кожу. Затем вы делаете глиняную маску еще дополнительно, которых нет в Кельтеке, поэтому они у меня называются просто глиняные очищающие маски. Смываете, тоником протираете, наносите свою обычную сыворотку. Все. То есть это такая стандартная процедура для жирной кожи. Даже если у вас акне, убираем гаммаж. Да. Вот и все. Если у вас пересушенная кожа, можно убрать во-первых, кислотный тоник, да, вы сделали энзимную маску, сделали глиняную, но не сушущую маску, или просто энзимную маску и потом ничего. Но все равно лучше с какой-то глиной, которая не очень сушит, грязевую какую-нибудь маску сделать. Можно сделать, конечно же, аквудовольствие для увлажнения. Так. Едем дальше. Для сухой кожи вроде бы все похоже, но по-другому. Умывание. Здесь чаще будет лосьон очищающий, чем гель очищающий, да, то есть чаще будет умывание без воды. Если гель очищающий, то один раз в день, то, ну, не чаще, не два раза в день он будет. Мусс, я уже сказала, по-моему, лично по-моему, я могу ошибаться, мусс жестче, чем гель очищающий. То есть он приятнее, он вкуснее, но для очень сухой кожи я его не рекомендую. Если у вас нормальная тире сухая, да, то есть терпимо, то можете мусс попробовать. Он пахнет очень вкусно, няшный такой. Но вот мне, лично мне кажется, можете его использовать три раза в неделю, что он пожестче, чем гель очищающий. То есть, например, утром вы протираетесь лосьоном очищающим, вечером смываете гелем очищающим кожу. Это макияж. Можно утром вообще только тоником, да, то есть умывание может быть один раз в день. Тогда тонизация, это, конечно, тоник с гиалуроновой кислотой. Некоторым нравится и тоник с гидролизатом, коллагеном и алоэ вера, но он, можно сказать, не увлажняет вообще. То есть он абсолютно нейтральный. Он, да, там есть противовоспалительный эффект, но именно вот увлажнения там нет. То есть, если у вас именно чуть-чуть даже пересушенная кожа, то лучше тоник с гиалуронкой и вообще больше ни о чем не думать. Сыворотки. Сывороток много достаточно подходит для сухой кожи, но вот если мы берем прям, чтобы увлажнение, увлажнение было, то это сыворотки для сухой есть и антивозрастная. И тот же пробиоскин тоже поможет увлажнить кожу, особенно если есть раздражение уже, то есть тот же атопический дерматит, кто там спрашивал, и так далее. То есть нео и попробовать пробиоскин, потому что при атопическом дерматите микробиом кожи очень видоизменял. И поэтому пробиоскин я очень рекомендую. Там даже в биоптатах там вообще такое творится при атопическом дерматите настоящем, что лучше я вам не буду рассказать. А то мало ли еще чего. Вот. И конечно же при сухой коже мы наносим, но не обязательно, вот я не наношу, например, крем, но легкий, то есть это в первую очередь увлажняющий, тем более там есть СПФ небольшой, потому что сухая кожа на боли больше, чаще склонна к пигментации, но так как жирная кожа чаще использует пилинги, то тут уже, знаете, одинаково. Крем увлажняющий, можно и массажный. Напомню, что питательный массажный крем спа апельсин, это крем не для попы, это крем для лица, но на попу тоже можно, все, что можно на лицо, можно и на руки, и на попу, но массажный крем изначально для лица. Единственное, что не рекомендую его на веки, потому что увлажняющий можно на веки, массажным есть эфирное масло, кто там спрашивал про эфирное масло, эфирное масло апельсина, и у некоторых людей на веках все-таки было раздражение, кожа тоньше, эпидермис тоньше роговой слой на веках, соответственно, раздражение бывает чаще, поэтому массажный, если вы наносите, делайте массаж аккуратно с веками. И у нас новинка, это крем-сыворотка, то есть это сыворотка, но крем, крем-сыворотка Витаматрикс, это кремик с витаминками, тоже, соответственно, легкий, можно использовать. Так, еженедельные процедуры для сухой кожи. Умывание, и здесь уже не лосьоном, а все-таки гелем, очищающим или мусом. Подготовка. Та же энзимная маска, она не сушит. Но если у вас раздражение на коже, то есть кожа слишком чувствительная, то лучше не надо энзимную маску, потому что она активная, там все-таки есть молочная кислота, то есть там есть кислота, и может ухудшить ситуацию, да, то есть если у вас сильно обезвоженная кожа, аккуратнее, прям вот аккуратнее. Гаммаж при желании. И увлажняющую маску акваудовольствия. По акваудовольствию, если у вас есть хоть какое-то шелушение, можно делать даже самомассажик, у вас это шелушение будет чисто механически за счет трения рук уходить. Чтобы скользили хорошо руки, водой просто смачиваем и скользим себе дальше. И далее возвращаемся как бы к рутине, после смывания маски мы опять же тонизируем, наносим сыворотку и наносим крем. Так, теперь ваши вопросы. Ксения спрашивает про жирную кожу. Можно ли глиняную маску заменить на минеральную? Вы, наверное, имеете в виду холилэн? Да, конечно. И Татьяна, я не поняла, про что спрашивают. Татьяна, много интенсив, омоложение не подходит? Кому не подходит? Не знаю, кому не подходит. Так, сейчас посмотрю, что там. Не поняла вопрос. Татьяна, морского, которая напишите еще раз. Сыворотка, а, интенсив омоложение для сухой кожи, только если вдвоем будут вместе с чем-то еще. Под крем, в принципе, она маловато дает увлажнение. Это не очень увлажняющая сыворотка. Она жидковата. Вы можете ее сочетать с 3D-увлажнением, то есть 3D-увлажнение взять и интенсив омоложение, тогда будет лучше. Одну, я боюсь, что не потянет. То есть у вас, вы тогда будете крема много использовать, и, то есть вы будете, опять же, гидролепидной мантией пытаться увлажнить кожу. Гидролепидной мантией не увлажняет. Вам нужно восстановить липид эпидермальный, он хорошо восстанавливается, когда кожа хорошо увлажнена, а влага – это вода. Вода только в сыворотках. Крем не даст. Вода и крем дает окклюзию. Так, если очень сухая, можно ли Витаматрикс, а потом апельсин? Нет, не надо вам два крема. Вы лучше нанесите две сыворотки. То есть вы берете Нео для сухой, например, плюс 3D-увлажнение, ну, то есть сначала 3D-увлажнение, она носит, она жиденькая, как вода, потому что она работает на опережение, она стимулирует выработку аквапаринов. Ну, понятно, чтобы белок выработался, должно пройти время. 3D-увлажнение не даст увлажнение за один день. А вот Нео дает быстрое увлажнение дня за 3, потому что липидепидермальный барьер вам надо восстановить, а Нео помогает в этом. Так, а потом уже вы наносите, ну, вот, не знаю, либо апельсин, либо Витаматрикс, это уже экспериментируйте, потому что и тот, и тот хороший, апельсин пожирнее, но он все равно легкий. Вам надо просто увлажнение, то есть и тоник должен быть с гиалуронкой, и умывание должно быть этим же тоником, вы не должны пересушивать кожу за счет умывания, и маску делать как в удовольствии почаще, но при этом, может быть, даже не смывать ее, а делать самомассаж и впитывать ее просто, ну, или остатки там тоником смывать, то есть как можно меньше пользоваться водой, ну, вот это вот все, то есть в первую очередь убрать то, что сушит. 3D-NEO любые сыворотки можно на веки, как я уже сказала, на веки не надо, соответственно, пакны, потому что он кислотный, энзимную маску с очень осторожностью на веки, ну, то есть лучше не надо, антикуберозный гель активный, поэтому не надо на веки, и вот массажный крем не надо на веки, все остальное на веки можно, если я ничего не забыла. Тоник, NEO, лосьон, концентрат NEO не надо на веки, он активный очень, там, везде, где есть слово концентрат, аккуратно. Так, хорошие у вас вопросы, кстати. О, Анастасия, все вместе, сыворотка для комбинированной, склонной к жирности, логично, чувствительная, ужасно безвоженная, пробежки. И 3D-увлажнение тоже, а вообще, сейчас я разберу по проблемам. Вам надо еще и подобрать хорошо, потому что подходит много, но вот идеал, да, опять же, вернемся к мужчинам, идеал, он все равно будет какой-то 1-2. Для меня идеал, это тоник с гиалуронкой и NEO, антивозрастная сыворотка. Вот они, как вошли в мою жизнь, еще вот в 11-м году, они не выходят из моей жизни вообще. Это обязаловка у меня. Это реально обязаловка. Все остальные средства меняются, могут меняться, я экспериментирую и так далее, но эти у меня всегда. Уже сколько, 9 лет? У меня так долго отношения одни не длились. Так, препараты направленного действия. И здесь, пока я не забыла, про солнцезащиту скажу, она сюда не влезла просто. Не хотелось слайд другое делать. В Дельтеке есть очень классный солнцезащитный крем мультипротектор с СПФ 50. Он защищает и от УФБ, и от УФА, и вообще от всего. Он не жирный, то есть он ойл-фри, но это все же крем, да, то есть не нужно думать, потому что был вопрос у моей пациентки, она назвала его гелем солнцезащитным. Это не гель, это крем. То есть все равно там масла есть. То есть он ойл-фри, но как бы не совсем. Но он хотя бы не жирный, как обычно солнцезащитные средства. Он практически не выбеливает кожу, он очень хорошо ложится, очень тонким слоем, и прям вот идеально, то есть он не жирнит, он не сушит, потому что солнцезащитный многие сушат, а многие жирнят. И я, вот это, наверное, первое в моей жизни, я перепробовала очень много, потому что у меня есть склонность к пигментации, я смотрю на маму, у которой есть пигментация, да, и боюсь этого, плюс я загорать не люблю. Я перепробовала очень много разных солнцезащитных средств, кто-то щипит, блин, кто-то жирный, противный, кто-то блестит, кто-то выбеливает сильно, вот у гельтека прям идеальное, оно прям вот, вот прям классное, поэтому, кто еще не пробовал, попробуйте. SPF 50, особенно у кого есть хоть намек на пигментацию, вам уже пора в SPF 50, потому что даже если вы сидите и из окна солнышко светит, ваша пигментация активизировалась, все, вы уже получили пигментацию, даже не выходя, блин, из дома в магазин. К сожалению. Те, кто использует ретиноиды, обязательно SPF 50, причем, в принципе, даже дома, витамин D вы в таблеточках можете получить. второй крем с солнцезащитой, это крем увлажняющий, там SPF 12, то есть это вот как раз на сейчас погода, когда вроде бы уже солнце светит, но нам можно только в магазин. для города идеальный крем с маленькой солнцезащитой, то есть для всех и каждого. Так, про солнцезащиту я сказала, жирной кожи рекомендую пудры, пудру клиник очень рекомендую, almost powder, SPF там 25 или забыла, я сейчас путаю, или 15, или 25, очень рекомендую, очень хорошую пудру, уже много-много лет проверено, все, все мне благодарны, то есть еще никто не сказал, что пудра Г. Так, Татьяна спрашивает, тоник с гиалуроновой кислотой эластином, это не концентрат? Нет, это не концентрат и как раз, даже если бы это был концентрат гиалуроновой кислоты эластина, это было бы еще круче для сухой и очень чувствительной кожи, это идеальный тоник для сухой и чувствительной пересушенной кожи, прям идеальный, и я им даже макияж смываю, не знаю как, просто подольше держу на глазах и смываю, вот, Ксения спрашивает, суммируется ли SPF, если мы нанесли крем и потом хлопали сверху пудру, то можно надеяться, что она не испортила SPF крема, ну то есть считайте, что SPF будет максимально, ну по максимуму, он не будет суммироваться, нет, он рассчитывается по максимальному, если же вы смешали, например, сначала нанесли крем с SPF 12, а сверху крем с SPF 50, то 50 уменьшится, он будет уже не 50, он будет меньше, то есть SPF скорее вычитаются, чем сочетаются, вот, но вот пудра, она, ну, она скорее оставит свой, может быть, чуть-чуть, там, ну на 5 добавится, то есть если, ну я не вижу смысла SPF 50 и сверху пудру, но если вы где-то на югах живете, то да, можно, ну или если вам не нравится, что, может быть, блестит кожа, потому что жирная кожа все равно будет блестеть, то есть, чтобы не уменьшить SPF, добавляйте пудру, тогда она точно не уменьшит, она хотя бы, но именно пудру надо прихлопывать, если вы вот так проведете, вы снимите крем, на веки, кстати, про веки, так как я была, у меня был неприятный опыт попадания ни нашего, ни мультипротектора, другого крема с SPF 30 мне в глаз, и я плакала реально одним глазом целый час, и никак не могла остановиться, пока блефоросалфетка не догадалась это все смыть, блефоросалфетка обладает очень мощными противоспалительными свойствами, и поэтому, ну, мне помогло, я перестала плакать хотя бы, вот наш крем SPF 50, он такого не делает, я могу его наносить на веки, у меня очень чувствительные веки, и конъюнктивы очень чувствительные, то есть я не то, чтобы рекомендую его туда наносить, но если у вас вот здесь вот есть пигментация или близко под глазом на коже, потому что здесь часто бывает пигментация, особенно в носослезной борозде, то наносите туда, не бойтесь, он не ползет в глаз и глаза потом не вытекают. Так, вернемся к средствам, к сывороткам, которые направленного действия. Так, по мимическим морщинам есть две сыворотки, миорелакс и гель с бытаэффектом. Гель с бытаэффектом более плотная, она более увлажняющая. Все, в общем-то у них нет особой разницы, выбирайте любую. Сыворотка, миорелакс в маленьких таких тюбичках, гель с бытаэффектом, в 30 мл флакончике с помпочкой. От отеков. Сыворотка актив лифтинг, тоже в маленьких таких штучках, наносить, соответственно, на щеки, на второй подбородок. гель тонизирующий тоже поможет. В нем еще и витаминки, в нем микроэлементы, в нем гиалуронка, то есть мы его можем наносить на все лицо, включая веки. Особенно весной сейчас очень хорошо. Витамины в нем А, С, Е, то есть это еще витаминизация кожи, в принципе, при пигментации тоже будет полезно. Потому что нормализация работы кожи ведет к снижению пигментации в том числе. не то, что прям кожа отбелится за месяц. Нет, на это не надейтесь. Пигментация такая зараза, ее надо годами уничтожать. И все время с этим бороться. То есть если у вас она уже есть, то она вот прям вот так вот не уйдет. И очень легко возвращать. Зато она вот так возвращается. Так, раздражение кожи, да, то, о чем спрашивали. Это в первую очередь гель интенсив регенерации. Это рано заживляющий гель, сыворотка, да. Он просто обалденно прекрасен на ожоги, на ссадины, на царапины, укусы насекомых, укусы, не знаю, животных, людей. Ну то есть регенерация, противовоспалительные свойства, акне, постакне, розации, аллергия, все что угодно. На веки можно, куда угодно можно. Можно на попку младенца, проверено на младенцах, проверено на животных, с незаживающими ранами, с трофическими язвами и так далее. Короче, его можно везде и всюду. Рекомендую абсолютно всем иметь в аптечке. Даже не 30 мл, а 100. 30 с собой в сумочке, а 100 дома в аптечке. Потому что он и для лица подходит. Вот сейчас аллергии, например, начнутся у меня на всякую пыльцу. Ну, я пользуюсь блефорогелем, у меня веки реагируют, чешутся. Но в целом, если вдруг блефорогелем у меня не будет, то я буду гель интенсив регенерации использовать. И при тоже каких-то аллергических раздражениях, а также и при акне, при розации, при всем, сыворотка пробиоски. Она новая, и, ну, ее еще не так много людей пробовали, но она очень хорошая. Потому что она восстанавливает микробиом кожи. Именно делает его более правильным. А сейчас уже всем, по-моему, уши прожужжали про микробиом, как кожи, так и кишечника. Поэтому берегите своих бактерий, братьев наших меньших. И как мы едим йогурты, да, и какие-нибудь целлюлозу в овощах свежих, также клетчатку, да. Также нам нужны пребиотики на коже. Для как раз восстановления чувствительности и увлажненности. Ну, плюс там есть антиоксиданты, плюс у нее есть гиалуронка, конечно же. То есть это не тупо пробиотики. При акне. Сыворотка стопакна, про нее поговорили. Она локально наносится, либо точечно, либо локально. И демотен. Не забывайте, очень классный, вот я говорила про мужчин, про бритье, после бритья обалденный. Демотен очень любят мужчины. Ну, и женщины тоже, у кого жирная кожа, у кого проблемная кожа. У кого проблемная, всем идет демотен без вопросов. Без объяснения причин. Демотен и все. Так, для век. Есть три средства. Ну, на самом деле больше, но это основное. Так, сейчас отвечу вопрос Татьяны. При аллергическом раздражении лица сначала регенерацию, потом про биоскин. В принципе, да, вообще нет особо разницы. Ну, вообще можете и так, и так попробовать. Одновременно. Они друг друга никак не испортят. Так, итак, для век. При очень чувствительных веках ощущение сухости. Вот сейчас очень многие сидят за компьютерами, читают с телефонов. Опять же, не гуляют. Сейчас может быть сухость в глазах, песок в глазах. Сейчас начинаются аллергические конъюнктивиты. Мне уже моя лучшая подружка звонила с паникой. Вот. Блифоргель 1. Отлично от всего этого помогает. Достаточно нормально увлажняет кожу и убирает всякий зуд. Наносит именно на веки. Не внутрь капается. А то некоторые его начинают капать в глаз. Ну, он вообще для этого не приспособлен. Но пока никто не жаловался. Те, кто капают, выжили. И с глазами у них все нормально. Но он даже сквозь веки, веки же очень тонкие, он проникает все равно до глаза, там что-то доходит. В любом случае успокаиваются конъюнктивиты отлично. Но только не бактериальные конъюнктивиты, а просто аллергические. Татьяна, пробиоскин это гель. Он не может быть кремообразный. Мы вообще сейчас про сыворотки говорим. Из всего, что я здесь рассказываю, вообще крема нет ни одного пока. Вот смотрите сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Средств я рассказала. Ни один из них не является кремом. В гельтеке всего три крема. Ну и еще солнцезащитные четыре. Забудьте вообще про крем. Если у вас очень чувствительна кожа, берите две сыворотки, гель, тоник с гиалуронкой и увлажняющий крем. Потому что крем увлажняющий, в нем пантенол, в нем больше противовоспалительных компонентов. Потому что массажное, если вы возьмете, там это эфирное масло, оно может вам сослужить злую службу. Это к вопросу, почему я не люблю эфирные масла. Потому что они очень часто вызывают раздражение. Эфирные масла только для очень здоровых людей. Очень здоровых людей здесь не сидит. Очень здоровые люди и так красивые, прекрасные, и все у них отлично. Так, с веками дальше. Гель для кожи вокруг глаз. Пептидная сыворотка, тоже гелевая, соответственно. Лифрогель тоже гель. Которая улучшает микроциркуляцию, увлажняет, убирает отеки. То есть для тех, у кого отеки, очень рекомендую гель для кожи вокруг глаз. Если и раздражение, и отеки, берите оба. Ну, либо начните с геля для кожи вокруг глаз. Если раздражение не уходит, то берите гель фрогель еще сверху. Их можно сочетать вообще без проблем. Есть еще одно средство. Это вот крем, да, крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга. В ней кофеин. Поэтому у тех, у кого нет реакции на кофеин, но зато есть отеки, опухшие такие глаза с толстой кожей, вот это для них. Или кто хочет еще сильнее, увеличить лимфодренажное действие. То есть вы сначала наносите гель для кожи вокруг глаз, потом чуть-чуть крем, сыворотки для век с эффектом лифтинга, размером с булавой, ну, со спичечную головку, просто вот ее, немного. Я не скажу, что он прям сильно увлажняет, но лимфодренажное действие там очень хорошее. Можете попробовать. Как увлажняющий, я больше за крем увлажняющий на веки. Вот, то есть у меня это так. Либо крем-сыворотка Витаматрик с витаминами, мы можем тоже попробовать на веки. Она, ну, вполне себе подходит. Купероз и постакны. Очень хороший антикуперозный гель. Плюс еще как омолаживающее средство. То есть если у вас нет проблем, но все-таки уже там под 50 или за 50, пожалуйста, антикуперозный, как омолаживающий, как омолаживающий сыворотку вполне. Гиперкератоз. Возвращаемся к жирной коже, а также зрелой коже, бывшей жирной, которая уже вроде бы не жирнится, зато наросла, так наросла за все десятилетия. Это регулярно маска энзимно-пектиновая. Можно хоть через день на 10 минут. Лучше с массажиком вообще тогда классно будет. И гель пектиновый, он 2 раза в день отлично. Он кисленький, он будет ускорять отшелушивание, причем безопасно, без риска пигментации. При дегидратации, то есть когда у нас обезвоженная кожа, это сыворотка 3D-увлажнение, о которой я сказала, но это длительно, да, то есть не ждите от нее эффекта через 3 дня, ждите через месяц. И гели Нео, ну плюс кремовлажняющий. Гели Нео, я тоже сказала, для сухой и антивозрастной. Я почему-то для себя больше люблю антивозрастной, хотя разницы особой нет у них. Вот, в антивозрастной просто есть немножко витамина С, и я таким образом надеюсь, что он борется с моей пигментацией. И очень хочу вам рассказать про новинку. Вы сейчас можете начинать писать разные вопросы, которые у вас появились. Ну хотя я не знаю, если вы можете и слушать, и писать. У нас вышла долгожданная новинка, это крем-сыворотка Ретидера. Когда мы ее исследовали, напомню, что исследования на людях обязательно у нас проводятся в 2 этапа, это альфа-тестирование, бета-тестирование, то есть каждому врачу-косметологу выдается по 5 штучек, не более, к сожалению, ну или к счастью, не знаю. То есть, соответственно, кто-то получает в первый раз, кто-то получает в второй, то есть максимум 10 человек может это исследовать. У меня было меньше человек, к сожалению. Но те, кто все-таки, ну то есть месяц попользовались, и без перерыва, без каких-то эксцессов, потому что как-то так звезды не сложились тогда, там кто-то куда-то уехал на юга, соответственно, нельзя, потому что с ретинолом сыворотка, у кого-то там обсыпало что-то аллергия, не на сыворотку, а внутренние причины были, там что-то она наелась, ну то есть она выпали, эти люди из тестов, плюс, да, там это уже была, по-моему, не зима, а как-то вот, ну в общем, как-то вот сложно было с тестированием, но при этом те, кто смог, они меня все эти, ну я не знаю, полгода что ли прошло, они меня дергают каждую неделю, когда выйдет ретидерм, вот. Те, кто это все-таки прочувствовал и увидел разницу до и после, ну кто-то увидел разницу через несколько дней, кто-то увидел, у кого пигментация была, там через месяц на фото это прям видно сильно, и когда там одна девушка поехала в Китай, по-моему, или в Корею, ну куда-то вот в Азию поехала, и там по работе, и к ней просто все приставали, боже, какая ты красивая, какая у тебя красивая кожа, она белая кожа, вот не в смысле, что она бледная, как стена стала, нет, она вот именно становится молодой, такого цвета, ну вот попки младенца, да, то есть уходит пигментация и так далее. Так, поэтому про эту сыворотку подробнее, так как здесь ретинол, ретинол здесь двух формах, то есть просто ретинол, или пассамальный, инкапсулированный, который глубже проникает и высвобождается медленнее, то есть это не просто такой вбив ретинола, а вот он как-то там мягче, меньше побочек получается, да, потому что в первую очередь, чем опасен ретинол? Это в первую очередь ретиноевый дерматит, не пигментация в первую очередь, в первую очередь это ретиноевый дерматит, это дерматит, который реально образуется только на ретинолу, он такой достаточно противный, потому что если простой аллергический дерматит, вы попили антигистаминный, Вы намазались пару раз глюкортикостероидами, перестали, соответственно, пользоваться этим средством. И у вас все прошло. Ретинол и дерматит не проходят 3 недели, чем не машешься. Потому что ретинол такая, с одной стороны, зараза, которая, она долго персистирует и в жире, и в коже. То есть она так просто не убирается из организма. Вот оно засело и сидит какое-то время. Когда мы пьем таблетки, то она еще 2 месяца там плавает. Ну, не мы, а если пациент, например, с акне, да, или с каким-то с псориазмом. Ну, есть разные схемы лечения. Из-за третинаином, например. Вот. Там раньше то, что использовались, там полгода нельзя было беременеть, потому что у ретинола есть тератогенные действия. Поэтому отсюда делаем вывод, да, что при очень чувствительной коже, если человек аллергик, мы не используем ретидерм. То есть мы можем его попробовать использовать. Но, как бы, понимаем, что может быть какой-то дерматит, какое-то раздражение на лице. Если, как только мы это видим, мы прекращаем использование, да. Это раз. Второе. Беременность. Это противопоказание. Вы можете видеть сообщение о том, что его очень мало, что он почти не всасывается там, что до плода там ничего не дотечет, не доплывет. Но, не дай бог, даже не атератидерма, просто так, какая-то мутация, какое-то что угодно, генетическое, что угодно, у вас ребенок рождается не очень здоровым, да. Вы будете всю жизнь себя корить не за то, что так звезды, блин, сошлись случайно или там муж корявый, да, а то, что вы пользовались этим ретидермом. Вы подойдите в суд на гельтек, еще на кого-нибудь, на меня. Нет. При беременности мы не используем ретиноиды. Все. Это закон. Тот, кто, может быть, когда-нибудь был в кунсткамере, ну, я это видела в кунсткамере, я уже не помню, очень много экспонатов. А вот в анатомическом музее у нас, в анатомичке, в Первом Меде, там были плод, да, дети, рожденные у тех женщин, которые использовали ретиноиды в каких-то там, это было то ли 70-е, то ли 80-е годы, когда он только появился из ретиноиды, и они лечили, ну, акне они лечили, что, красивыми хотели быть. А исследований на беременных тогда еще не проводилось, и никто не знал, какое действие у ретинола, потому что на обычных людей он нормально действует, все, все становятся без прыщей, отлично же. Но, ну, не все, но неважно. И у ретинола есть ротогенное действие, то есть это мутации не у взрослого человека, а у плода, то есть ребенок не рождается нормальным и, в общем-то, не жизнеспособным. То есть это страшно, это ужасно, и поэтому не надо. Вот, третье, да, первое было это дерматит, второе это беременность, и третье солнце. А, ну, почему ретинол может вызвать пигментацию? То есть он, в принципе, используется для борьбы с пигментацией, потому что это доказано. Причем, что ретинол при длительном применении нормализует состояние кожи, да, в том числе в плане пигментации. Пигментация уменьшается. И почему же он может вызывать? Потому что он еще и ускоряет отшелушивание эпидермиса. А как я уже сказала, эпидермис – это наша защита, в том числе от пигментации, да, в том числе от солнца. Чем тоньше эпидермис, тем больше вероятность пигментации. То есть обязательно использование солнцезащитного средства. Если вы сейчас решите, что риски от использования ретидерма меньше, чем его положительный эффект. А положительный эффект действительно классный. Если я еще про них расскажу, да, это я еще только ретинол обсуждаю, еще не саму сыворотку. То просто сейчас, в принципе, хорошее время. Мы сидим на карантине, мы не гуляем на улице. Если гуляем, то ну сколько мы гуляем? 15 минут. То есть это не страшно. Можно спокойно использовать солнцезащитный крем. И мы месяц все равно еще будем сидеть. То есть можно действительно сейчас, у кого есть пигментация, у кого есть акне, у кого есть старость, у кого есть, что там у нас еще есть там, ну, сальность большая. И сильно гиперкератоз, вы можете использовать эту сыворотку в течение месяца. На самом деле дольше можно, просто начнется лето. Поэтому я рекомендую все-таки либо реже потом начать использовать. Но вот сейчас, пока мы можем сидеть дома спокойно, в темноте, заглядывая только в холодильник, я очень рекомендую. Просто она как бы вот если посмотреть, то она почти для всех. Да? И это очень круто. Потому что я люблю средства, которые как бы для всех. Такие панацея такая. Вот как я очень люблю интенсив регенерацию, потому что она для всех. Она и для жирной кожи, она и для сухой кожи, она и при розации, она и при акне, она и при постакне, она и после всяких химических пилингов, там, лазеров. Ну, то есть куда ни плюнь, везде она. Вот. Я очень люблю кремовлажняющий, потому что он очень универсальный. Он и для жирной кожи подходит, в нем есть немножко СПФ, он и для век подходит. Ну, то есть вот это вот. И вот эта сыворотка, она тоже достаточно универсальна, но не в смысле в том, что я себя чувствую хорошо, мне она подойдет. Нет. Она все-таки лечебная. Стоит она, кстати, недорого, 1240. Я бы ее за полторы бы продавала, честно говоря, спокойно. Вот. Но, ну, наверное, все будет повышаться цены, потому что, ну, такая тенденция будет, к сожалению, в любом случае. Вот. То есть если посмотреть, то для зрелой кожи очень хорошо, но это для длительного применения. Потому что доказано, что ретинол улучшает состояние дермы. Не только эпидермиса. Эпидермис становится более нежный такой. Опять же, пигментация уменьшается. А именно дерма плотнее становится, толще и плотнее. Это очень хорошо для тех, кто начал стареть. При гиперкератозе, при жирной коже очень классно уменьшается саленность. При этом он не сушит. Мы специально исследовали на сухих девочках. В нем все-таки есть вот высокомолекулярная гиалуроновая кислота, фукогель. Они увлажняют. То есть они, не то, что он не будет увлажняющей сывороткой. У кого сейчас уже есть раздражение, как я сказала. У кого атопический дерматит уже сейчас. Им не надо сейчас вот это экспериментировать. Потому что он не увлажнит. Здесь нет того, что нужно вам. Это скорее для других. То есть если у вас сейчас пересушенная кожа, вы ее в норму приведите сначала. А потом можете добавить ретидер. У нас его обозвали, так как он у нас без названия тестовый препарат. Хотя на нем уже был ретидер написан. У нас его назвали кремом Азазелла. Это крем-сыворотка, да? Крем Азазелла. Такой вот для Маргариты. Потому что он прям вот, он еще пахнет как-то специфически, очень интересно. Вот как-то вот дьявольщиной пахивает. Такой. Отбеливание. То, что мы очень долго ждали в гильтеке, исследовали. Мы еще и отбеливающие сыворотки делали. Но пока они не вышли. Он дает отбеливающий эффект. Наносится он всегда только на ночь. На сыворотку. Ваша обычная сыворотка, там по типу кожи, по вашим проблемам. И сверху вместо крема вы наносите его. То есть ждать увлажнения от него не надо, но он и не сушит. Что уже хорошо. Если вы почувствовали, что он вас начал сушить, значит средства, которые вы использовали под него, недостаточно вас увлажняют. Не пытайтесь из него высосать увлажнение. Делайте это другими средствами, дополнительными. Возьмите более увлажняющий тоник. Перестаньте сушить кожу умывалкой. Возьмите более увлажняющую сыворотку. Вот. Так. Что в нем еще? Витамин С. Но его немного. То есть он не будет отшелушивать. Там отшелушивание пойдет за счет ретинола. Ниоцинамид, как именно омолаживающий, кстати, агент. И улучшающий состояние сосудов. Это средство хорошо при куперозе в том числе. Но тогда, когда вы уже увлажнены. Потому что купероз при сухой коже, пересушенной, будет сам образовываться. Когда вы восстановите увлажнение, купероз иногда уходит полностью. Вот. При розации... Спорный вопрос. Розация все-таки давайте лечить с косметологом. Экспериментировать с косметологом. Я не советую сейчас тем, у кого есть розация, экспериментировать. Потому что можете сделать хуже. Перевести из эритоматозной в популезную форму. Расцвести тем более стресс. То есть стресс крепчает. Он не особо уходит. И сейчас я очень рекомендую вам и к психологу, у кого есть розация, и к косметологу, чтобы вот под надзором экспериментировать. Потому что розация – это всегда эксперименты. К сожалению. То есть это настолько индивидуально, что просто вообще общих... Общие рекомендации настолько общие, что толку от них особо нет. Дружит он со всеми сыворотками, да. Со стоп-акной аккуратнее. То есть если только... Кстати, когда... Вот если вдруг... То вы не склонны особо к акне. И именно как омолаживающий там или отпиливающий используется средство ретидерм, то у вас и вот эти регулярные перед менструацией прыщики, они пройдут, они будут засыхать за один день просто. Вот. Очень на акне хорошо влияет, особенно, ну, прям активно и в этом плане. С какого возраста? С какого возраста? Ну, вообще, с 18 все-таки ретинол. Не надо экспериментировать на детях, потому что дети – это дети. Ну, можно под вашу ответственность, конечно, при акне. А если это не акне? Да? То есть, а если это что-то другое? Если это сибарейный дерматит? Ну, то есть не ставьте ребенку диагнозы, не экспериментируйте такими сложными препаратами. Что вы будете делать со своим ребенком, если на три недели, блин, будет ретиноевый дерматит? Что вы будете? Волосы вы будете на себе рвать во время карантина. А ребенок больше не даст на себя намазать вообще ничего никогда. Вообще скажет, отойди от меня, мать. Ты на меня уже что-то намазал, спасибо тебе большое. Так. Круглогодично ли можно? Ну, вот с солнцезащитным средством, в принципе, круглогодично для тех, кто при акне, при очень жирной коже, да, можно круглогодично. При пигментации, зависит от пигментации, от вашего образа жизни. Если вы все лето, блин, где-то на море, то нет. Смысла тогда вообще нет лечить пигментацию. Это в лечении пигментации, в первую очередь, образ жизни. Так. Дружит ли со всеми сыворотками гельтек? Да. Так. Наверное, все. Короче, про круглогодично. Вот сейчас мы сидим, у нас вообще непонятно, какой месяц в году, да, так как мы сидим дома. Я бы попробовала сейчас, потому что это безопасно. Когда очень много солнца, то тут я всегда заперебдеть. То есть куда спешить, если можно подождать. Да, подождать там конца сентября, начало октября и начать делать там в течение полугода, а то и дольше, спокойно, там, два-три флакончика и получить точно результат уже стойкий. Да, потому что через месяц использования вы получаете первый результат. Вы получаете нестойкий результат. Он с вами не сохранится. Вот. Поэтому как-то так. Но вот сейчас самое оно. Я вот просто в окно смотрю. Там вот вроде бы и солнышко, но оно как бы там. Оно не на мне. Так, давайте ваши вопросы, потому что у нас вебинар уже приближается к трем часам. И всегда можете писать как мне в соцсети, так и на почту Гильтека. Какие-то пожелания, еще что-то.